Вот так вот ты ее растишь, любишь, вкладываешь в нее, она потом идет и приходит на подкаст «Правила 3-4», про сперму рассказывает. И я понимаю, стресс. Ты должна была сказать, почему ты не выспалась. А, потому что просто я решила, что я оторва. Я решила, что я оторва. У меня 2 ноября был день рождения, мне 33 года исполнилось. И я улетала, и сейчас я вернулась в Москву и потихонечку праздную день рождения каждый день с разными компаниями. И вот вчера я встретилась с подружками, и мы решили просто, что я не еду домой. Мы едем тусить. Ну как, тусить на квартиру мы поехали. Мы ездили по ресторанчикам, по кафе, и потом поехали домой, мы просто болтали. В общем, что мы делали? Стоило ли это того? Мы обсуждали всю ночь, есть ли пузико у Евы Лангория до 5 утра. А потом в 5 утра уснули, и просто кто-то на работу, кто-то по делам. И это уже, я говорю, стоило ли оно того? Ева Лангория бедная сейчас и кает. Ужас, мы не выспались. Но я говорю, я просто... У меня какой-то период отвор, потому что, во-первых, ногти отрощены. Дома сегодня не ночевала. Я вообще неудержимая. Пришла к нам на подкаст разговаривать. На подкаст про секс. Плохая девочка. Скоро дырявые джинсы начнешь носить. Да, у тебя с тобой вообще же... Ну то есть я хотел... Одно интервью в видео я нашел с тобой есть. Ты куда гоу давала интервью. Очень давно. А если я на подкаст ходила к Мурашкиной? Да, вот подкаст Мурашкиной был, да. И еще... К Яси 13-ка. Но к Яси там же было не про себя. Лиза Варвара Ранова, да, но мы просто все вместе общались, да. Да, и... Ну вот такого сольного у тебя большого, ни интервью, ничего не было. Мне кажется, я не доросла до интервью, в принципе. То есть интервью — это такая ответственность мощная. Я вообще даже не понимаю, ну вот с кем надо быть, чтобы ты такой... Я готов дать интервью. Что я такое могу транслировать в миру этому, чтобы... В словности, я бы Петя Плосков бы позвал. Ты же пошла бы. Петя Плосков. А что, это Петя любит выпить? Ну это же не как интервью, это же просто шоу. Нет, это прям как интервью. Не знаю, я бы подумала вообще. Просто с рубриками. Меня звали на одно интервью, я отказалась. Ну там понятно почему. Там этот... Алена Блин. Правильно сделала. Да, ну как. А я не разбираюсь. Да, я отказалась. А так... Ну честно, вот завтра меня, допустим, позовут интервью, на интервью я еще подумаю. Потому что... Надо понимать, какое направление, что ты хочешь сказать. Ну, подкасты — это тоже своего рода, но это... И то я долго сюда вот собиралась идти. Но это тоже своего рода. Но когда ты с друзьями общаешься, в основном это легче. А когда ты прям сидишь напротив, и у тебя задают какие-то вопросы, ты должен с умным видом на это отвечать. Я думаю, имею ли я право вообще высказывать свое мнение, которое может каким-то образом еще на кого-то повлиять. Я к этому так серьезно отношусь достаточно. Имеешь просто, ну, фильтруй базар. Хорошо, что ты такую ответственность ощущаешь. Это здорово. Ну то есть за слова, за действия — это круто. Потому что обычно... Так же я в женском форме. Там немножко другое. Почему-то я говорю, мы там иногда улетаем. И вот знаете, что я, кстати, к чему пришла вчера, к какому выводу? Почему-то там я себя позиционирую хуже, чем я есть, ну, как мне кажется, в жизни. Ну, не конкретно там. У тебя просто... Это даже когда вот ты с... Когда тебя не знаешь, условно, у тебя такой образ дурочки. А когда тебя ближе узнаешь, оказывается, что ты суперрассудительная, очень рациональная, очень подкованная относительно финансов, каких-то штук, тайминга. А в жизни, ну, когда первый раз у тебя видишь, ты вот это Наташа Брисова. Да, какой-то защитный механизм реально. Вот, я до того, как посмотреть, у меня был такой как раз-таки стереотип. А потом я включил, я вот говорил, что ты какие-то замечания делаешь, крутые, типа точные, смешные. И я такой, о, нифига, прикольно. То есть, разрыв образа какой-то происходит. Спасибо. Мне приятно, да. Ну, вот, я боюсь всегда, что я пойду на интервью, и у меня опять включится вот этот защитный механизм, потому что отшутиться, отфликтоваться и себя так спозиционировать легче, чем сказать что-то дельное, в общем. Ну, ты еще журналисткой, да, хотела работать или даже работала? Работала, работала, да. На основном корреспондентом я работала. Круто. Ну, где, Наташа? А где? Что? Нет, просто там в Хабаровске. В Хабаровске, да. Ну, то есть, это было местное... Региональное телевидение, да? Да, СТНТ. О, Господи, там, конечно, сюжеты. Я говорю, я рассказывала, по-моему, Вере, что у нас было... Хочется что-то... Я всегда хотела... Вообще, я изначально думала, что я буду либо актрисой, либо журналистом, но таким... Что-то политическое, важное, поднимать какие-то серьезные темы. И у меня бабушка из-за этого очень сильно переживала. Она говорит, господи, несуйся туда. Ну, слава Богу, что все желание отбили у меня на корню. Когда я пришла с желанием делать что-то, просвещать, они мне говорят, иди, снимай сюжет про то, как вот у администрации крыльцо почистили. Я говорю, ну, окей. Потом иди вот... Ну, КВН. Кстати, спасибо за то, что меня отправили на КВН снимать рубрику, потому что там я друзей обрела каких-то. Вот, есть привет. Потом самый прикол был, когда я снимала сюжет про чиновника. Он, кстати, очень милый. Он душевный человечек был. И он просто решил в один момент, что он будет петь. Он написал песни, и мы про это сняли. Ему очень понравилось, там всей семьей смотрел. Я даже помню до сих пор эту песню. Вот эту он... Я опором моста, И по мне поезда Ходят каждые пять минут, А не будет моста, и не будет меня, и не будут ходить поезда. Поэтично. Да. Вот это вот работа журналистов. У нас было... Юнгер, журфак заканчивал, и должен был... Ну, короче, работал журналистом много. И у нас была Ахтуба ТВ. Я в Солгоградской области. И Ахтуба ТВ – это вот такой региональный местный канал. И я сбежал оттуда. Я пришел туда один раз, посмотрел, что там за сюжеты пишут, вот это вот все, про посевы, про какие-нибудь сельскохозяйства, и вот это все. И я такой, понятно, я в интернет ушел, и там как бы начал. Мне еще нравится, как с каким серьезным лицом. Вот в Кемерово, там тоже региональный СТС был, помню, мне очень нравился, и региональный «Россия-1», где с серьезным видом. В парке чудес открылся новый аттракцион «Летающие дракончики». Из-за него пришлось убрать старый аттракцион «Плавающие лебеди». Но жители считают, что летающие дракончики во многом превосходят лебедей. Как вы считаете? Я считаю, что летающие дракончики – это здорово, а лебеди были старые. Спасибо большое. Мнение жителей Кузбасса было услышано. А вот как без этого жить тоже? Вот это же тоже надо. Это же тоже работа. Да, но мне просто кажется, что не таким кондовым языком. Они в определенных заложниках находятся все люди в региональном телевидении, потому что деньги им дает государство, а сюжеты, которые интересны людям, в большинстве случаев не нравятся государству. И все. И у тебя есть либо… Это как частные каналы, они работают на просмотр, потому что их задача – просмотр, а государственные – они работают на заказчика. И тут в этом дело. Я не понимаю, почему они так долго живут вот в этом вот… Ну, вот как Вера сейчас. Они разговаривают пассивной формой. Мнение было услышано. Наши чиновники совершили… Ну, вот они вот так разговаривают, подают. Ну, уже интернет есть, тиктоки. Почему они не модернизируются? И поэтому наш корреспондент поднялся ввысь на спине летающего дракончика. Сергей, как вам? Мы поднялись на высоту метр пятьдесят. Высота зашкаливающая. Ветер дует в лицо. Мне понравилось, а детям уж тем более понравится. Спасибо, Сергей. В нашем подкасте мы еще часто обсуждаем терапию, психотерапию. И наши зрители, мне кажется, многие ходят и тоже говорят, что это круто. Коль, ты ходишь на терапию? Да, я хожу на терапию. Во-первых, хотел сказать, что круто, что в России психпросвет набирает обороты, как и секс-просвет. Да, я хожу, потому что я когда там еще... Я начал ходить на терапию очень давно, и когда я начинал ходить, большинству окружающих было очень трудно объяснить, зачем я отношу деньги человеку, который просто меня слушает. Друзья, знаешь, вот типа близкие, которые одного возраста, они чаще всего говорят, не, я с таким хочу сам справиться. Вот. И это похвала вообще, конечно, людям, что они имеют там стержень, хотят сами справиться, но нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью. Мне вот там за последний год стало заметно лучше, как раз потому, что я понял типа свой диагноз. А как ты, кстати, понял свой диагноз? Да, вот я хотел коротко рассказать, что да, мне за последний год стало заметно лучше, потому что вместе с психиатром, психотерапевтом мы сосредоточились не на том, чтобы мне помочь, а на том, чтобы вообще определить, что происходит, потому что очень долго я уже хожу, и постоянно меняется картина. Оказалось, да, меняется она, потому что у меня мозаичное расстройство личности, а не пограничное. То есть это выражается так, что в стрессовых ситуациях я реагирую как пограничник, но в обычных ситуациях, в обычной жизни я живу как просто невротик, там тревожный человек и не больше. Да, а у тебя как с этим? Ходишь-то ты куда-то? Да, я хожу сейчас на терапию, мне очень нравится моя терапевтка. У нас терапия личности и субличностей. О, круто. Она очень нежная, и она прикольно меня так направляет. Вообще, ее обожаю. Она, кстати, вот психолог-сексуолог. Психотерапия помогает найти точки опоры в жизни, на которые можно положиться, особенно в такие кризисные времена, как сейчас. Если вам нужна помощь с подбором психотерапевта или психолога, мы рекомендуем сервис Zygmunt Online. Да, важно, что Zygmunt Online это не просто вообще не платформа по подбору психологов, это именно платформа онлайн-психотерапии. Они уже отобрали психотерапевтов, более тысячи специалистов, у них должно быть высшее профессиональное образование, и, конечно, у них должно быть более трех лет практики. Это отличает Zygmunt Online от других сервисов, у которых могут начинающие психологи устроиться и так далее. Можно взять сессию дешевле. Здесь это не так, здесь только проверенные специалисты. У них аксированная цена – 2370 рублей. Это не очень много, если это опытный специалист. В Zygmunt просто навигация, и легко записаться на сессию. Это смешно, когда ты ходишь на терапию, иногда бывает тебе так плохо, что лишний шаг, ну, чтобы записаться к психологу, тебя может остановить. И мне кажется, поэтому, когда это просто сделать, это реально очень помогает. Да, у Zygmunt Online есть срочная запись, если вам вдруг понадобилась помощь. Всего за 4 часа вам подберут психотерапевт, вы сходите на первую сессию со специалистом, и вообще поймете, ну, подходит это вам или нет. Никто не заставляет сразу там на 10 записываться и прочее. Это такая тестовая помощь для вас в какие-то трудные моменты. Да, и скоро близятся праздники, и не забывайте дарить подарки себе, не забывайте заботиться о себе, и благодаря нашему подкасту у вас появится возможность потратить на первый сеанс меньше денег. И то, что праздники скоро, это, кстати, тоже важно, потому что даже по статистике депрессии и другие психологические особенности людей активизируются на праздники. Так логично. Из-за того, что люди чаще чувствуются одинокими, чаще чувствуют себя должными что-то сделать. Да, очень много давления. А как завершили год, а лучше ли я, чем год назад, и так далее. Поэтому позаботиться о себе заранее, выбирайте Zygmunt Online. Поэтому по промокоду правила вы можете получить скидку 15% на платформе Zygmunt Online. А с какого возраста к тебе начали подкатывать мальчишки? Кстати, это какая-то странная херня. Я клянусь, вот многие, может быть, думают, что там какая-то... Но я часто, допустим, считаю, что я себе часто не нравлюсь, или считаю, что я не очень хорошо выгляжу, или... Ну, в общем, короче, как и все, наверное, многие женщины, я не считаю себя суперкрасивой. Но когда я была прям страшненькая, мальчики все равно были рядом. Потому что, скорее всего, это не была страшненькая. Да, клянусь, была. Меня один раз подстригли просто... Я даже фотку потом с папой вот эту скину, где вот корешка, я просто пацан в кепке. А мальчики всегда были рядом. И поэтому... Это, не знаю, у меня какое-то окно, я говорю, открыто в плане мужчин, потому что я всегда знаю, что бы ни случилось, я буду, мне кажется, 80 мне лет будет. Но я вот и дружу с мужчинами, и, в принципе, мужчины всегда тянулись ко мне больше, чем женщины. И от внешности это точно не зависело. Никогда, потому что с самого детства он постоянно что-то там с ними вообще. С детского сада мне обращали. Вот мне с детского сада приносили какие-то подарочки маленькие, там что-то как-то это. Либо мы дружили, либо мы там что-то гоняли. Ну, в общем... Ну, мне кажется, все равно у тебя вайб такой девочки-девочки. Всегда так было, не всегда. Слушай, ну, я думаю, что это еще такой голос, хи-хи-хи, глаза большие, губки такие. А я дралась с ними. Ну, так это все равно. Вайб все равно такое, типа, сейчас тебя бью. Может быть, не знаю. И я поэтому очень была удивлена, что у меня столько красивых, умных, успешных подруг, правда, которые не... Ну, у них вообще одни мудаки рядом. Ну, то есть, мужчины, извините. Мужчин очень хороших много. Я вообще часто, ну, на стороне мужчин, потому что я росла с отцом, я видела, какие бывают мужчины. Я всегда как бы с пониманием. Я не считаю, что все мужики козлы. Ну, вот правда, вот им попадаются именно такие. Хотя я считаю, что они лучше меня во многом. Но вот не попадаются им нормальные мужики. Это так странно. Аналогичная ситуация у меня есть, как минимум, два-три друга, у которых, типа, большая зарплата, они уже там многого добились, у них руководящие какие-то... Гигантский пенис. Ну, там, нет, там все. Вот, может, в этом проблема? Не-не-не. То есть обычные, классные ребята, типа, добившись, все у них хорошо и так далее. И тоже много, кто сидит долго без отношений, кто-то и без секса сидит долго, типа, вроде бы хочет, но вроде бы нет времени или какие-то, как ты говоришь, мудаки попадаются. Мне кажется, это вообще в целом какая-то, ну, общая проблема найти адекватного человека. Это сложно, действительно. Так это так странно. Я вообще считаю, что быть без отношений, это супер, это нормально. И к этому надо легко относиться. У меня тоже были такие долгие периоды без отношений. Я была абсолютно счастлива. Но вот, допустим, я могу пойти за хлебом, и кто-то вот подойдет там, все равно познакомится. Я приду с букетом там с каким-то. Вот какая-то есть херня, я не знаю, вот это на какой-то, я даже не понимаю, откуда это берется. Просто вот мужчины всегда, я вообще благодарна своей жизни, что у меня были мужчины, и друзья у меня сейчас есть, и отец, и какие-то ухаживания. В основном мне попадались очень все хорошие, и позитивные, и вообще мало про кого я могу сказать. Вот это говно было. Я про одного знаю. Ага. Ну тоже. Тогда значит про двух. А что? А, ну да, вот один прям оконченный. Ну это ладно. Ну тоже это урок. Знаешь, это такой, вот я, кстати, благодарна, что у меня был очень хороший опыт. Это такой хороший, мощный урок. Я просто научилась свои границы расстроить. Я теперь знаю, что чего я точно никогда, никогда не позволю. Ну расскажи. Ну в общем, у меня было так, блин, я даже не знаю, говорить про это. Ты можешь рассказать то, чего не позволишь, да. Ну в общем, у меня были такие отношения, из-за того, что я очень сильно любила отца, и у меня там в 14 лет я его потеряла, и я жила с ним, и я переехала к маме, и видимо, всегда мне все равно не хватало вот этой вот подсознательного, не довели меня до возраста взрослого, не выпустили в жизнь полностью с мужским плечом рядом. И я всегда тянулась, мне казалось, что взрослый мужчина это такое, всегда надежно, всегда будет что-то хорошее, то есть я всегда любила по-старше. И в каком-то возрасте, когда это был какой-то третий курс института, но я уже достаточно взрослая была, у меня были отношения с мужчиной, который старше меня. Это просто козлина, просто козлина, но он просто был абьюзером, и он делал очень плохие вещи, он нарушал личные границы. Как нарушать личные границы? Он подавлял самооценку, и допустим, вот мы куда-то шли с девочками в клуб, допустим, естественно, бы нас пропустили. Ну, то есть там вопросов, то что нас не пропустят, раньше, кстати, был фейс-контроль, там могли не пропустить, но вопросов не было. Но он говорил, вас не пропустят, куда вы идете? Ну, вы посмотрите на себя, ну, девочки. Или он говорил, блин, у тебя такие дешевые джинсы, где ты купил эти джинсы? Это Глория джинс? Ну, блин, и у меня только габана. Ну, пиздец, ну, купи мне дольче габана, нихуя себе. А я такая, ну, а на то время я такая, я эти джинсы за три тысячи купила, я работала, ну, ни хигра себе. И вот такие вообще моменты, я даже не хочу много вспоминать, потому что я не хочу слость это вообще в себе. А это долго было, да? Это было долго, это было года три. И в какой-то момент я просто сказала себе стоп, все. У меня было такое, что я садилась в ванной, я вот так вот, и я просто, знаете, ты кричишь, но без звука. То есть ты такой, ты говоришь, ну, так вот, потому что у тебя все, он меня довел, я заболела. Ну, то есть, в какой-то момент у меня все. Знаете, вот у меня просто, я пошла помолилась, у меня классика, пошла помолилась. Я пошла помолилась, говорю, Господи, пожалуйста, все, просто попусти. И меня попустило одним днем, одним днем меня отпустило моментально от него. И он мне звонит, я помню, едет на машине, я помню, что он остановился. Он говорит, и он чувствует по голосу, мужчина, это же не вербалик, ты все понимаешь, ты чувствуешь, когда тебя разлюбили. Это вообще, даже по телефону. И он такой, подожди, я же тебя люблю. Я говорю, а я тебе больше нет. И я знала, что я делаю больно, и так хотелось сделать это больно, потому что, ну, во мне еще как бы, я помню, что он остановил автомобиль, и я слышу, он блюет от стресса, представляете? Вот, потому что он понял, что он потерял контроль. Все, неожиданно, резко он потерял контроль, а он этим, видимо, подпитывался, не позволю. И я говорю, он просто поймал меня в уязвимом состоянии, когда ты думал, ты не ожидаешь, у тебя нет такого опыта, ты думаешь, что все хорошие, ну, то есть, и взрослый мужчина, значит, он осознанный, значит, он тебя не будет обижать. Там было много-много моментов плохих. В общем, просто надо понимать, что вы заслуживаете любви просто, неважно, вы, если даже не идеальный, вы просто заслуживаете, что к вам хорошо относились, и любили вас, ну, просто принимали вас. Странный вопрос. Мы, кстати, кажется, почти никого не спрашивали. А ты снимал в жизни секстейпы с кем? Это бог. Ты когда-нибудь снимал? Не, понять бы, что это просто. Нас там осуждают за такое. Ребята, у нас дятел завелся какой-то, который долбит прямо сейчас по крыше и не дает нам поговорить. Снимала ли ты когда-нибудь секстейпы со своими партнерами, секстейпы? Ну, снимала ли на видео, как вы занимаетесь сексом? А, нет. А что, почему секстейпы это называется? Для меня тейпы, чтобы вы понимали, это когда ты что-то потянул, ты накладываешь. Почему это секстейп называется? Тейп, кассета. Ну да. Биг бэйби тейп. Я вообще в этом направлении не подумала. Погоди секунду, кстати, я забыла кое-что. Это подарок нам? Спасибо, Наташа. Оставляем? Поставим. Нет. Нет, вот так? Лучше ближе к тебе. Естественно. Чуть-чуть направо и поверни чуть-чуть там. Красота какая. Ну, оно розовенькое сочетается. Тебе ничего, извини. Ничего страшного. Это просто так? Ты пришла, просто так. Ну, смотри, я в гости пришла. О, какая ты милая. Вот сюда даже нечего. Короче, ты никогда не снимала на видео, как сексом занимаешься. Нет. Даже ради эстетического интереса. Я не думаю, что это будет сильно эстетично. Вы меня переоцениваете. Я так скажу. Я не думаю, что вообще... Мне кажется, что секс, эстетичный секс, это частенько иллюзия. Потому что, когда, как правило, тебе там хорошо или ты сильно раскопичен, то есть это не всегда красиво. Понимаешь? Момент оргазма, это не всегда красота. Это просто хорошо. Но есть же какие-то ракурсы, где... Удачные ракурсы? Естественно. Ну, тогда вряд ли я кончу. А мне кажется, секс-тейпы для другого снимают, типа, чтобы потом пересматривать и еще раз возбуждаться. Возможно. Ну, так... Нет, я могу такое представить, но мне кажется, на себя, ну, дрочить на себя, это только... Кто может быть? Не знаю. Адриана Лима может себе такое позволить. Да. Она может. А зеркальные потолки же делают зачем-то. Да, тоже странно. Мне кажется, это так отвлекает. Мне кажется, вот секс, это знаете, как хороший сон. Ничего не должно отвлекать. Ты должен быть четко сконцентрирован на задачи. Сегодня нам надо кончить. Звук, свет, все, поехали. Мне кажется, зеркало, ну, то есть, девочки, блин, я не знаю, как парни, может быть, это только я такая, не хочу, конечно, быть, стереотипно рассуждать, но мне кажется, вот если мы видим зеркало, знаешь, мы плачем, там зеркало, и такое... И опять плачем. Ну, то есть, все равно ты отвлекаешься, даже в моменты, когда тебе грустно или плохо. А если в момент секса, когда тебе хорошо, зачем? Это все надо. А тебе кажется, что каждый секс должен заканчиваться оргазмом? В идеальной вселенной. В идеальной вселенной, да, но я прекрасно понимаю, что... Ну, ты сильно расстраиваешься, когда этого не происходит? Да, плачу. Правда? Да нет, конечно. Ну, да. У меня, кстати, у меня правда была девочка знакомая, которая, более того, если, ну, этого не получалось, она прям злилась, она заставляла своего молодого человека, или, неважно, там, она заставляла прям продолжить, давала время отдохнуть, у нее как это вот как работа. Она говорит, я вообще не понимаю смысл заниматься сексом, если ты не кончил. Я так не считаю, честно скажу, потому что мне не повезло так, что каждый секс у меня заканчивается оргазмом. Ну, то есть, я просто знаю, что это такая... Есть девушки, у которых там физиология или просто вот как-то так они устроены, что у них правда, им это легко достаточно, и кому-то сложнее. Это не от партнера зависит, просто вот как будто бы от не индивидуально тоже. Вот. Ну, я считаю, что секс, это, ну, правда, не всегда, если я кончаю, то есть это хорошо, если не кончаю, то есть другие плюсы. То есть иногда это просто может быть близость, а иногда это просто приятный процесс. И физически, эмоционально, вовлеченность какая-то. Ну, я скорее, это не то, что задача не выполнена, я расстроилась, проебала дедлайны. Это про то, что это что-то гормональное иногда случается, что я злюсь и плачу. Ну, так не прям всегда, иначе я бы только плакала. Это, знаете, сказать, что мне кажется, если определить, что каждый секс нужно заканчиваться оргазмом, то, в принципе, тогда и в идеальном мире и регулярность его должна быть всегда. Ну, то есть, ну, ты же понимаешь, что иногда ты просто не хочешь, допустим, вообще. В идеале говорят, что врачи должен быть, секс должен быть регулярным, и секс должен заканчиваться там оргазмом, чтобы получать какие-то там трофины, вот это гормончики. Ну, мы живем в Москве, да, давайте честно. То есть у нас есть свой график, когда тебе вообще, когда для тебя оргазм, это хорошо выспаться. А вам секс поднимает настроение вообще? Говорят же, это какая-то просто, типа, сам секс может, типа... Иногда портит, иногда поднимает. Мне кажется, что вообще в целом вот так ультимативно, вот, типа, секс должен быть регулярный, секс должен быть с оргазмом. Мне кажется, у нас в этом и проблема, что мы... У каждого секс индивидуальный, у каждого свое время и до оргазма, и либидо свое. Кому-то надо каждый день, а кому-то можно и раз в месяц. А мы берем, понаслушавшись откуда-то, и применяем какие-то условные установки на себя, которые к нам не подходят. И мне вот психотерапевт, кстати, вот девушка, которой ты говоришь, заставляет парня довести ее до оргазма. Мне психотерапевт сказал, что так и надо делать, на самом деле. Он мне сказал, что... Ну, у меня просто проблема с тем, что я стремлюсь к оргазму партнера, а не к своему. И он мне говорит, вот она закончила, пусть отдохнет, и так далее. Но потом приди там с секс-игрушкой, с чем-то, попроси поучаствовать... Да-да-да. Попроси поучаствовать в своем оргазме, чтобы она поучаствовала с тобой в твоем оргазме, как там уже тебе больше нравится, типа, и так далее. Типа, ну, не отпускай это, а то тебе будет... Ну, потом, правда, действительно становится какой-то момент, когда человек, твой партнер много кончает, а ты нет. Ты начинаешь думать, типа, блин, он обо мне не думает, ему все равно, или ей. Нет, я согласна, что все равно должно быть... Все должны участвовать, да? Господа, все участвуем. Согласился? Так участвуй, да. Ребята, это уже десятый выпуск нашей рубрики «Совместный с Авиасейлс. Особенность национальной ебалки». Я все еще обожаю это название. Юбилейный. Слово «юбилейный» подходит к названию рубрики. Да, да. Никакое другое слово. Если вы пропустили предыдущие, то посмотрите в прошлых подкастах. В этой рубрике мы рассказываем про необычные и интересные места для секс-туризма. Там от Амстердама до Лос-Анджелеса. Куда можете отправиться и исследовать себя и местные обычаи. Вер, у нас первая страна из СНГ. Никогда такого не было еще. Ты вот что знаешь про Казахстан? Я обожаю Казахстан. Там очень красивая природа. Там добрые, ласковые люди. Ну, по крайней мере, мне такие попадались. Там вкусно. Там невероятно красиво. То есть, ты когда находишься в Алматы или в Алма-Ате, ты вот выходишь на улицу, там вокруг горы и небо солнечное. Ну, было в то время, когда я там была. И ты идешь. И вот прям... Да. А еще Казахстан — это редкая страна СНГ, где легальная проституция, точнее, она декриминализирована. Потому что вы можете заниматься секс-работой, но вы не можете организовывать бордели, вы не можете быть сутенером или втягивать людей в секс-работу, и вы не можете... Там такая формировка забавная. А сексуальным навязыванием заниматься. То есть, это даже не насилие имеется в виду, наверное, а имеется в виду навязывание услуг, грубо говоря. Типа там нигде не будет на улице написано, как в Амстердаме красные фонари, написано, заходите к нам, покупайте любовь, потому что реклама секса там запрещена. Но это еще в памятке, которая... Это секреты раскрываю. Если что, Коля присылает мне приблизительный сценарий рекламной интеграции, памятку, и там написано, что там, если ты секс-работница, ты можешь стать ИП. Да, и прикольно, что если они ИП, то им, получается, надо декларацию о доходах сдавать. И как там интересно, они с каждого клиента считают или месячную горочку, или... Вот это забавно. Наверное, с каждого клиента. А если тебе на АЛМ заплатили? Да, там же обычно на АЛМ платят. Вряд ли кто-то хочет у себя перевод оставить в банке. Вдруг жена там увидит или еще кто-нибудь. Да, это вот эти вот, когда отправляешь со смешными сообщениями друзьям. Там типа за секс с собакой. Понял о чем я? Да-да-да. Когда ты делаешь перевод своим друзьям и вот смешную подпись делаешь. Вот здесь смешная подпись не смешная. Не смешная. И важный момент. Помните, что несмотря на то, что секс-работа декриминализирована, это все равно очень опасная сфера. Для девушек, которые там находятся, все равно очень много несовершеннолетних. Не верьте еще, пожалуйста, водителям такси, которые вам скажут, типа давайте отвезу вас к девочкам, потому что, скорее всего, девочкам там не очень хорошо. Да, и скорее всего, это бордель, который могут накрыть, и вам могут, за вас могут за это наказать. Ну, и не только вас. И не только вас, да. Ну, и помните, что секс-туризм – это не всегда покупка секса, любви, внимания. Иногда вы можете просто поставить дейтинговое приложение, приехать и познакомиться с кем-то, чтобы узнать, чем секс в этой стране отличается от секса вашей. Да, если вы сперете ехать в Казахстан, покупаете билеты на авиасейлс. И вообще, мне кажется, секс – это так сложно вообще. Знаете, вот какая задача по жизни? Ты ищешься партнера, да, в идеале, с которым вы там сойдетесь по своим психологическим травмам, каким-то еще, чтобы он тебя устраивал как человек, как будущий там муж, отец твоего ребенка, чтобы вам было еще весело, и чтобы он еще и в сексе тебе подходил. Нихера себе! Ужас! И чтобы он не хотел трахаться утром, понимаете? Или с другими. Ты ненавидишь, да, утренний секс? Я вот это вот… Утро – это мое время. Не трогайте меня, пожалуйста. Я уже просыпаюсь, в смысле, что у меня сейчас мир оттрахает, то есть у меня еще утром просто можно чашечку кофе и все. Согласна. Утро – очень тяжелое время, да, я не понимаю, зачем заниматься сексом с утра. Но только если… Ну вот могу представить такой выходной у обоих у вас, и хорошее настроение, и вы выспались. Не потенит больше. Да, вот должно сложиться все, чтобы ты с утра такой, ну можно. А бах, у Веры нет оргазма, и она плачет. Ну вот нужно ли портить себя так субботу, вы понимаете? Кстати, парни тоже довольно часто сентиментальничают после оргазма, и вообще поймать грустинку или какую-то вот такую мысль, а тем ли я жизнью занимаюсь, после оргазма очень распространено. Да, кстати, даже после инструбации считается почему-то. А мужчины же всегда кончают? Ну, то есть, грубо говоря, оргазм испытывают. Ну вот я нет. То есть, ты можешь кончить, но не испытать оргазм? Нет, 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 нет. Это, тут я неправильно выразился. Мужчины кончить и достигнуть оргазм, это одно и то же. Да, потому что столько, на самом деле, я понимаю, что мне вроде, я взрослая женщина, 33 года, но столько разных информаций витает, что кто-то говорит, если мужчина кончает, ну, если у него выделяется, извините меня, сперва, что это не обязательно... Эякуляция происходит. Да, эякуляция, что не обязательно, что он кончил, то есть получил какое-то удовольствие. Вот мне кто-то так сказал, я была очень удивлена. Да, это частично, правда, частично. Что? Вот видите? Вот, когда происходит... Да, но это... Я сейчас объясню, в чём разница. Мужчина всегда, когда кончает, выстреливает сперму, если у него всё хорошо со здоровьем. Но вот у меня такое бывало, у многих друзей такое бывало, иногда ты мастурбируешь или занимаешься сексом, и у тебя сперма выделяется раньше, чем ты кончаешь, и ты это даже можешь которая является опасностью во время секса без презерватива, что в какой-то момент у тебя начинают сокращаться мышцы, у тебя выделяется сперма, а оргазм, он ещё чуть-чуть, вот там через 5 минут, грубо говоря, через 3 минуты. 5? Подстава! Ну, условно. И вот до него надо, до удовольствия, до вот этого вот разрядки ещё чуть-чуть надо дойти, а сперма уже выделяется. Такое может быть. Это встречается у мужчин. А потом Алёшка спрашивает, как я повёлся на свет. Ага, ничего себе. Да, протохраняйтесь, ребят. Ты уже имя выбрала? Не дай бог. Вообще, не хотелось бы мальчика, если честно. Извините. Хотелось бы мужчину. Сразу. Я так часто встречаю не хотелось бы девочку, ну, выражение от парней, что... Ну, то есть у меня есть пара друзей, которые, как мне вроде бы, давайте всеми догоним, такие, ну, я только сына. Это очень странно, мне непонятно. А мне кажется, нормально. Я вот, кстати, пришла к выводу... Ну, одна из идей, почему вот, допустим, часто девочки хотят девочку, мужчины хотят мальчика своего пола. Потому что свой пол тебе... А, ну, да. То есть свой пол тебе более понятен. Вот, допустим, у меня есть женщина, которая рассказывает, кто уже родил, они говорят... И вот он говорит, пацан, а я даже не понимаю, как его... Еще и физиология другая. И так стресс, материнство первое, допустим. Они не понимают, как там, что правильно делать, так еще и противоположный пол. Они не понимают, как его там еще там что-то там подмывать, вот это все. Свой пол тебе просто понятнее и меньше стресса. Вот. Да, но я еще знаю, что, например, вроде как мужчины больше тревог испытывают, когда дочка. То есть из-за того, что типа кажется, что они такие хрупкие, нежные. И условно то же самое, что разрешают мальчикам, не разрешают девочкам, просто из-за внутренних страхов. Хотя по факту... Да, кстати, есть такое. Вот так вот ты ее растишь, любишь, вкладываешь в нее, она потом идет и приходит на подкаст «Правила 3-4» про сперму рассказывать. И я понимаю, стресс. Так, Наташа, можно рассказать про тебя смешную историю? Если что, мы ее вырежем. Давай, поехали. Короче, как-то раз Наташа флиртовала с мальчиком, ну, с мужчиной. Я просто всех мальчик не называю, с мужчиной. И он ее позвал в гости, ну, вечером. И Наташа такая, ну, я не знаю, я не поеду. А, эту историю? И Ярослава Олеговна, идем покупать презервативы. Наташа, да я не буду с ним заниматься сексом. Это ты часто говоришь. Наташа, да я не знаю, как. Ну, это было лет 5-6-7 назад, я не помню точное количество времени. И мы пошли покупать. У меня сейчас застучало. И мы там просто как дуры. Мы придем с тобой. И мы покупали это в аптеке. Мы купили, ты просто не воспользовалась ими. Мы не купили, мы не купили. И рассказываю. Яся, блин. Короче, Яся была против этих отношений. А я никогда не покупала себе презервативы сама. Я стеснялась тогда еще так. И, ну, я ехала. Он очень звал меня к себе. Кстати, прикол, что я до него не доехала. Ты до него не доехала? Не доехала, Вер. Все закончилось. А я думала, что ты доехала, но вы сексом не занимались. Нет, не доехала. Значит, и он позвал к себе. Ну, там, на самом деле, мы, правда, это так было... Ну, мы были влюблены. Вот. И он меня, значит, зовет. И Яся такая, ты к нему не поедешь. Я говорю, я поеду. Ясь, я взрослая, я поеду. И она говорит, ну, тогда идем покупать презервативы. Вот как раз таки. Я говорю, я не покупала, я не могу. Купи мне, пожалуйста. Просто купи. Если ты считаешь, что что-то будет, купи. Она отказалась мне это сделать. Мы их не купили. Я такая, а я все равно поеду. Знаешь, мама, отпусти меня, и мы дошли до дома. Все, я уже собирала вещи ехать к нему. И он что-то ляпнул, сообщение какое-то мне не понравилось. Что-то меня мелочь какая-то отпугнула. И я такая, все, я не приеду. И все. И как-то обиделась, не приехала. И на этом наши отношения закончились. Может, и хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Все, что я делал, все к лучшему. Это ему там грустно было, наверное, вообще. Он там уже намылся на все, сидел такой. Он с сикаратурой лежал. Ну, хоть помылся. Да. Ладно. А знал бы он, да, что я вот настолько... Он подумал, что я его реально кинула, и что я даже не собиралась. Он говорит, ты даже не собиралась приезжать. А я клянусь, я собиралась приезжать. А он даже не знал, что я, блин, стояла просто 20 минут у этого, блин, этого аптеки и не могла купить эти презервативы. Мы точно заходили в аптеку, щетку какую-то покупали. Мы очень долго там стояли, реально. А он из-за этого психонул, что-то склинился. Я говорю, а я ему говорю, с кем ты переписываешься ночью? Просто что-то там... А с кем ты там что-то... Он такой, ну, явно не с тобой. Мне ответил, я такой, ах, да? А он обиделся, что я не еду, что он думал, что я его динамлю. Я такой, ах, да? Ну, все. Ну, это, короче, детский сад просто. Ну, и все. На самом деле, все, что не делается, все к лучшему. Если что-то пошло не так, ай, бухните, мошка. Ты не по тому плечу постучала. Ну. А сейчас стесняешься покупать претервативы? Ой, сейчас меня захитят, да. Ну, почему захитят? Нет, ну я... Нет, я смогу. Если надо, я смогу. Нет, нет, я взрослая, все, я смогу. Нет, я сейчас подумала, я сейчас уверенно зайду и скажу, может, мне, пожалуйста, вот так вот. Можно мне, пожалуйста. Подожди, но ты когда-нибудь же передела тест на беременность в своей жизни? Один раз после первого секса. Ну, это классика. Да, да, мне кажется, я это не имена. Я чуть бы вот эту таблетку не купила, знаете, которую... Да, постенорчик. Первого дня, да. Экстренная контеротепция, которая сейчас запрещена, кстати, да? Да, ужас. Пока нет. Пока нет? Пока нет. По-моему, да. Хотят, но еще нет. Он еще есть в аптеках на всякий случай. Ну, ты не стеснялась же покупать тест на беременность? Стеснялась. Ну, справилась? А мне его кто-то купил. Просто прохожий, да? Я не помню, кто-то мне его купил. Ну, чтобы вы понимали, первый курс института у меня подруга начала встречаться с мальчиком, и у нее подозрение на то, что она беременна. Она делает тест, потом вот так вот смотрит на него, подает в истерику, плачет, кидает тест, убегает по коридору. Я беру тест, там плюсик, по-моему, а, или две полоски, не помню. А, две полоски, плюсик я бы поняла. А я не понимала точно. Ну, мне уже понятно, что по ее реакции, судя по всему, что, скорее всего, да, а, ну, я хотела убедиться точно, и я бегу за ней и говорю, что это значит? Что это значит? Ну, то есть, я такая, ку-ку, ну, долго, в общем, созревала. А сейчас ты кого-то посылаешь за преживативы, если тебе нужны. Сама не ходишь, да? Есть один человечек, он ответственный. А можете, у меня просто по-иному было, в чем стеснение покупать преживативы? Да нет, вот сейчас я думаю, что правда, я уже так думаю, я смогу. А раньше? Типа то, что подумают, что ты занимаешься сексом? Я не знаю. То есть, секс — это не стыдно, это нормально, но просто... Это мантра. Да, да. Я от секса, это не стыдно. Дайте, пожалуйста, пачку. Но вот у меня, допустим, бабушка была, она постоянно там перед сном молитву читала, и как-то все равно, мне кажется, вот это воспитание, чуть-чуть вот такое, оно накладывает, что тебе все равно немножко неловко, это какая-то запретная тема, какая-то все равно, вот говорю, подвалью. И все равно есть эта неловкость в любом случае. Я не знаю, как у нынешнего поколения, но я не думаю, что, кстати, даже это сильно плохо. Лучше пусть будет легкое какое-то, ну, защищаться, консерцепция важна. Я, конечно, нужно идти и предохраняться, это вообще. Я имею в виду, лучше относиться к этому, наверное, чуть-чуть более трепетно, тогда это будет более осознанно, чем иначе. Но то, что я долго не стеснялась покупать презервативы, это странно, я согласна. Ну, то есть тут ко мне вопрос. У всех разное стеснение. То есть у меня, например, друзья, я помню, у друга мама заболела, а папы не было, и мама послала его за прокладками. А ему там 14, типа. И он говорит, а у меня родители врачи, мне пофиг. И он говорит, Коль, купи мне, типа сходи. И я, да, я зашел, купил, все отдал ему, типа на, конечно. Это вот разные просто воспитания. Так я тоже стеснялась покупать прокладки очень долго. И туалетную бумагу стеснялась покупать. Туалетную бумагу? Да. А я сигареты до сих пор стесняюсь покупать. Ну, я не курю, но если кому-то, я так, ладно, куплю. Ну, я так, не себе всегда, знаю, не курю, не себе. Зачем я оправдываюсь вообще? Кому? Вот я этой тете вообще все равно. У меня с алкоголем та же фигня, я не пью. И когда друзьям кому-то покупают, там, они иду к ним в гости, говорят, возьми пиво. И я на кассе стою такой, вот это мне, а это я друзьям, это не мне. Какая вообще разница, кому ты это покупаешь? Кажется, я уже миллион раз рассказывала, если рассказывала, Коль Выреже, я первый раз в жизни презерватива покупала для съемок фильма ужасов с друзьями. Рассказывала? Ты говорила про... Это точно фильм ужасов был? Для этой, для кидания с водой. Нет, не для кидания с водой. А, тогда не знаю. Это не я была. Тогда я путаю тебя. Для... В общем, мы снимали фильм ужасов в классе в 10-м, наверное, просто с друзьями по приколу, на какой-то там, типа, микроконкурс. Ну, и просто угорали. И нам нужно было сделать кишки. Кишки – это презерватив, набитый хлебным мякишем и там каким-то, ну, красителями. Презерватив должен был быть именно медицинский, чтобы не было вот этой вот пипочки, тот, который для УЗИ. А, а он без пипочки? Он без пипочки, да. И я захожу, и мы такие, типа, обсуждаем, кто пойдет, и я такая, ну, я пойду, типа, знаете, на злободку, ну, я пойду. Стоим в аптеке. Во-первых, мы встретили нашего учителя информатики в аптеке, вместе с ним в очереди стояли. Кошмар просто. А ты такая, мне это, ну, для УЗИ. Ну, я потом сказала, да, ну, что как-то он по-другому назывался, не прямо для УЗИ. Я уже сказала, презерватив какой-то другой. Ну, короче говоря. И там друзья стояли, что-то подхихихали. То есть было понятно, что мы в целом, ну, короче. И я подхожу, вся такая уверенная, подхожу к окошку, и вся уверенность пропадает в себе. Я говорю, мне можно, пожалуйста, презервативы медицинские? И дальше я зачем-то на всю очередь, а там очередь прям накопилась. Я поворачиваюсь и говорю, мне не пользоваться. И женщина в очереди говорит, лучше пользуйтесь. Слушай, а секс-игрушки ты стесняешься покупать? Если покупаешь, конечно. Я заказывала онлайн. В черном пакете? Да, да, да. Я заказывала онлайн. Что-то мне с ними не везет. Ой, а что такое? Они какие-то, не знаю, вот раньше делали. Железные были. К полу прикручивались. Которые угли накладываешь. Я не знаю, какие-то недолговечные. Ну, я не думаю, что я настолько секс-террористка, что я такая, я уничтожила этот, блин, как вибратор. Но они какие-то реально, они вообще ломкие какие-то. Я в какой-то момент, я думаю, блин, ну все, тогда это значит не мое. Ну, то есть, мне вот второй сломался, я такая думаю, все, короче, в жопу. Ну, это ты реально мощная женщина. А ты заказывала на маркетплейсах или в секс-шопе? Вот это большая ошибка. Давай мы проговорим для наших зрителей. Ну, на маркетплейсах продаются игрушки без сертификатов, то есть, качества. И часто продаются просто китайские привезенные, которых нет у других. Единственный способ, вообще единственный смысл покупать игрушки в секс-шопах, почему существуют секс-шопы, зачем нужны секс-шопы, за тем, что там есть сертификат качества, есть продавец, который тебе объяснит, смотри, вот так поворачивать там и так далее. На маркетплейсах тоже показывают, что за сайт, что за продавец, и можно просто посмотреть, Да, но там можно попасть просто на... В секс-шопе ты точно не попадешь, потому что они все проверяют. А в маркетплейсе ты можешь попасть на китайское. Я сейчас подумала, что может они меня вымываются. Что? Потому что водичкой протираешь, как телефон. Потому что я сильно намываю тоже, как айфон, я уничтожаю все. У меня вообще с водой какие-то проблемы, если честно. У меня ломаются вибраторы, я намылила слишком свой телефон, я перелила свой фикус, не допускайте меня к воде. А на секс-игрушках там в описании бывает то, что можно ли использовать ванны. Ну да, по идее можно. И есть специальные штуки для мытья секс-игрушек. Ну специально брызгаешь и чистишь. Они прям маленькие. Потому что вода не очень подходит. Я с мылом, извините. Нет, подходит вода, и мыло с низким pH тоже в целом. Да, да, но если ты хозяйственным помоешь, будет не очень. На трешу так значит. Они просто, если они хорошие, у них хорошее покрытие, и оно от вот жестких видов мыла тоже портится. Короче, не моя это, по-моему, история. Ладно. Руками проще гораздо оказалось. Сейчас маникюр спилю просто. Так, а можно тоже любопытно, никогда не спрашивал. Маникюр сильно мешает при мастурбации? Ну если в себя засовываешь, то некомфортно. Лучше не делать, да. Если сверху, то никаких проблем. Очень же, очень там все чувствительно. Лучше никаких микротрещин, царапин, ничего не оставлять, потому что у нас там, не дай бог что, сразу все... Короче, там очень микрофлора, то он такая чувствительная, маленькая царапка, все попадает, ой. А вы парня отправляли когда-нибудь чистить или стричь ногти? Ну вот он начинает, залазит руками, вы такие, ой. Ну нет такого, что он после картошки пришел. Нет, ну просто длинный ноготь, и ты его чувствуешь условно. Что ты ни разу не спала с белорусом? Простите. Нет, слушайте, нет, у меня такого не было, чтобы я отправляла ногти стричь. Ну у меня тоже, типа, один парень, у меня огромное количество парней, один парень просто, типа, суперчистюля, супер там с всякими, какая-то штуками, он там скорее бы, мне кажется, меня мог отправить чистить ногти, ну ладно, не чистить ногти, стричь ногти, ну условно. А второй он наоборот, ну... А второй наоборот, говорю, ногти подстриг. Я ногти подстриг. А реально? Молодец. Да, парни, ходите на маникюр, потому что вам ваши девушки за это большую благодарность скажут, потому что под ногтями накапливаются штуки, которые могут попасть в чувствительную микрофлору и вызвать там неприятные заболевания и расстройства. Да вообще, на самом деле... Все жмуются перед сексом. Да, но условно, если у тебя... Ну вот, простите, что я показываю грязные ногти, но у меня сейчас они грязные, поэтому отлично подойдет. Слава богу, Наташа, мы сегодня в безопасности. Когда я походила, видишь, они все... Типа, я бы сейчас никуда не стал запихивать. Вот. Спасибо. Это просто потому, что... От всех женщин. Не, ну и в себя тоже такие лучше не засовывать парня. А куда ты собираешься? Извините меня. Ну, в жопу. Почему? Многие парни стимулируют себе задницу, когда мастурбируют. Да? Сами? Ну, сами редко кто, конечно. Девушек просто физиологически неудобно себе простату стимулировать. Мне кажется, какой-то прибор. Да не обязательно. Это же... Не, зачем? Спереди все. Ты что, у тебя все спереди? У тебя же все вот тут близко. Ты же садишься вот так. Вы когда... Ну, девушки, когда минет делают парням и предлагают палец в жопу засунуть, она же не вот так его засовывает, она же вот так его засовывает. А я думала реально вот так вот. Нет, вот члены, вот здесь аккуратно. Я реально думала, что сбоку надо обхватить. Обхватить. Интересно. Я просто сразу визуализирую. Я уже все представила. А ты не пробовала так? Нет. Ну, все впереди. А надо? Нет, если парень попросит, ну, как бы если вам комфортно, тут надо, не надо. Если тебе комфорт тоже. Да-да-да. Интересно. Ну, ты пробовал, да? Нет, я не любитель. У меня были девушки, которые хотели. То есть они отпускали руку, пытались, и я говорил, нет, просто это не мое. А тебе пытались, ну... Ну, да, девушки хотели. А я сам девушкам, конечно. Ну, это часть... Мне кажется, многие парни это делали, потому что часть... Ну, как будто часть кунилингуса тоже. То есть ты можешь увлечься. Главное, не смешивать, как говорится. Сболтать, но не смешивать. Ну, да, потому что микрофлоры разные, и если вы будете лизать одним языком... Согласна, согласна. Я, кстати, вообще не разбираюсь на Ютьюбе, но Коля очень переживает, потому что у нас из последних шести выпусков четыре попали под ограничение Ютьюба. Что это значит, Коля? Это значит, что они не попадают в рекомендации, не добирают просмотры, и не видны даже нашим подписчикам иногда. Да. А выпуск с сатиром, у него 18+, и его нельзя смотреть на телевизорах и так далее, потому что контент для взрослых. И все это из-за слов секс, из-за мата. Ну, там еще смешная история. Расскажи про манекен. А, про манекен. Ну, у нас в выпуске с сатиром стоит манекен сзади меня, и у него приспущена вот так кофта, и там видна грудь, причем без соска просто, как бы форма груди. И это демонстрация обнаженной натуры по мнению Ютуба. А выпуск с яси врубили, потому что на час 25 мы говорим слово «отхуй сосить». Ну, а что поделать? Что поделать? Интересно. Да, смешно ли вы сейчас запикаете это слово? Да, запикали ли вы это слово или нет? Это прикольно, это байт смешно. Вот сейчас запикать, и потом что-то блюдо такие, что там на час 25? А я у Эрики Лундман запикал мат в первые 5 минут вообще, и написал этот мат текстом. И Ютуб сказал, что даже текстом нельзя писать слово «пиздец». Эй, Ютуб, ты дурак. Да, ребят, поэтому нам очень пригодилась бы ваша помощь с просмотрами, с активностью, с комментариями, с лайками. У нас там жаркие споры и выпуски с Ясей про яблочный сок, выпуски с Гошей про вебкам. Я в комментариях всем отвечаю, там ссылочки, вся фигня. Переходите, участвуйте в наших спорах, мы всегда рады вашему фидбэку. Вообще, я хотела тебя выпросить историю. Да? Про то, как к тебе подкатывал суперизвестный чувак, не будем называть имен, пьяный, женатый и домогался до тебя. А, это было в Хабаровске, как раз когда на телевидении работал, ты эту историю, да? Да, он говорит, приезжай в Москву, вот приехала, помог, поднялась. Да нет, конечно. Ну, да, да, они напились. Он приехал со своей там компанией в Хабаровск. Про него, конечно, там что-то тоже снимали сюжет, как-то общие знакомые. Мы пришли, очень себя некрасиво вел. Да, было дело. Ну, то есть, на самом деле... Ну, так он тебя прям пытался в номер затащить. Ну, там жесткая прям история. Ну, в плане, ты ее так хихиха-ха рассказываешь, ну, это просто... Ну, это интересная история в плане. Да, но там получилось так, что они напились и не хотели, а у них на следующий день нужно было уезжать из Хабаровска. У них гастроли были. Естественно, их сопровождали там все наши там чиновники почему-то и все вот это вот правительство и все там целосвита. А они не хотели ложиться спать. Вот просто, знаете, как дети. Они говорят, поехали. А, и один из них начал, там два известных человека было, он начал подкатывать, он такой, поехали со мной. Я говорю, я никуда не поеду, куда? И они мне говорят, Наташ, вот же мы, мы все рядом, мы с тобой, пожалуйста. Ты же видишь, человек невменяемый. Поехали, мы отвезем все вместе, зайдем в номер, положим его спать, и мы никуда не убежим, мы тут, мы тебя отправим домой на такси. Я говорю, ну, надо помогать. Я говорю, хорошо. Я вообще была в шоке. Это все, это такой, пойдем потанцуем. Я уже на них смотрю, они такие, и все, ребят, не поедет. Ну, ладно, все же тут, рядом. И вот, это очень странная была картина, потому что они все сидят на диване, смотрят, как мы вот это вот танцуем. Просто. Он показал, какой он клип там будет снимать, ближайший там. Хвастался, хвастался, потом пошел показывать спальню. Но на этом все и закончилось. Я такая, все, вот это уже был пик, когда надо уходить. И я выхожу и улетаю из спальни, а никого нет. Кроме моей подруги. И я говорю, Алина, мы уходим. И я забираю Алину, и я потом пишу, говорю, акуели в край. Он говорит, извини, 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 нас что-то выгнали. Ну, вот его вот этот друг. Я говорю, вы вообще, вот такие ребята. А я еще говорю, что у меня хорошие мужики попадались. Ну, слушай. Ну, пытались. Да, думаю, да. Ну, то есть, я же говорю, не все мужчины хорошие бывают, но и такие ситуации случались, да. Блин, хотел спросить вот к предыдущей истории про абьюз. В общем, я такой чувак. Вот, как ты описала. Вот я это про себя знаю. Абьюзер? Да, я над этим работаю и так далее. Что делать, если ты такой чувак? Как дать понять человеку напротив тебя, что ты это делаешь? Я говорю, что ты хочешь его контролировать или унизить. Мне кажется, это от неуверенности у тебя идет. Ну, конечно, да. Что это от неуверенности, да. Как объяснить человеку, что ты не хочешь его контролировать или унижать? Так ты хочешь? Ты хочешь. Ну, я прям таких вещей, как он, не делаю. То есть прям вот, чтобы я человеку говорил, бля, что ты за джинсы купила, я так не делаю. А мне говорили тоже. Но это все время как прикол был, но в какой-то момент прям, типа, ты такая, швак, что не так. Нет, у меня классический вот этот абьюз. Типа, знаете, есть два вида абьюзеров, как в фильме «Моя девушка-монстр». А, ну ты вот это, скорее всего, не бросай меня, пожалуйста. Вот этот я абьюзер, да. То есть я абьюзер не который, бля, дома сиди. Я тот, который, ну, ты можешь идти, но если ты уйдешь, мне будет так грустно. Я буду плакать. Типа, а я в этот момент, когда это происходит, я этого не понимаю. Потом я понимаю это после, и такой, бля, типа, пиздец. А я уже очень много про абьюзеров прочитал, и на психотерапию давно хожу, и так далее. И каждый раз, когда у меня начинаются отношения, я такой, рано и заканчиваю. В том, чтобы искать человека, который так же тебя тянется, как и ты, к нему, это нормально. Это нормально хотеть ответные реакции от человека. Это вообще ничего нет. Мы, кстати, недавно, вот буквально позавчера, мне звонил друг и рассказывал, что его друг им манипулирует. То есть, представляете, как в отношениях. То есть он пропадает, появляется, а когда тот ему начинает высказывать, типа, а что ты вообще, где ты был? А он говорит, ты истеричка, ты слишком на повышенных тонах со мной разговариваешь. А он, в принципе, сам по себе, да, творческий, эмоциональный человек, и его реакция, я понимаю, почему. Она может быть гипер, но она объяснима, почему. Потому что там реально им манипулируют. А если бы вас заранее человек предупредил, что я вот такой человек, с тобой это никак не связано до отношений, до дружбы, вы бы тоже так же реагировали? Я не стал бы с этим человеком сближаться. Ну, просто мне не подходит. Зачем? Потому что, да, скорее всего, ну, блин, это всё из-за самооценки и самоценности, вот даже вот так скажу. То есть, когда у тебя отсутствует самоценность, то есть это нужно сначала проработать внутри. Поэтому я и говорю, не бегите в отношения всегда. Я всегда говорю, что до отношений нужно дойти, чтобы быть с ним счастливым, чтобы быть счастливым в отношениях. Потому что иначе это будет только, помимо того, что у тебя будут проблемы извне, ещё и внутри. То есть ты будешь только усугублять свои какие-то психологические травмы. Поэтому очень круто побыть одному, разобраться, научиться себя ходить иногда в кино один, в кафе один, ценить, любить себя просто, чтобы тебе с собой было комфортно. Это так сложно, так звучит просто, но это так сложно сделать. И вот когда тебе уже с собой будет хорошо, ты можешь тогда чем-то полезным обменяться с другим человеком. Временем, опытом, эмоциями. Это важно, это очень важно. Чтобы ты знал, что неважно, будет этот человек с тобой или нет, ты сам по себе ценен. То есть ты не пропадёшь. Это важно. Грубо говоря, чтобы ты чувствовал себя один, так же, как чувствуешь себя в связанности с людьми. Вот ты по-разному себя чувствуешь? Да, конечно. Ну типа я вот сейчас приеду домой, и я сейчас сижу здесь. Это два абсолютно разных внутренних, по моим ощущениям, человека. Потому что сейчас я окружён людьми, и мне спокойно, а дома я один, и мне неспокойно. Прикиньте, а мне наоборот. Я когда одна, мне максимально спокойно, а с людьми мне по-другому. Мне скорее сильно по-другому. С одними больше, с другими меньше. Не, ну конечно, от людей зависит ещё. Но в целом мне одной очень хорошо. А с людьми я часто чувствую себя не собой в этот момент. А это интересно, я просто, у меня такого нет, мне просто интересно. Это как две крайности вот того, что мы говорим. А тебе и там, и там комфортно. Мне и там, и там комфортно. Сучка. Но у меня бывает, что у меня, ну я не могу долго с людьми, и не могу долго одна. То есть мне нужно, если я побыла в большой компании, мне нужно побыть... Конечно, да. ...одной. И также я не могу долго, то есть если я уже долго одна, мне уже тоже хочется напитаться. То есть мне нужен вот этот баланс. Но я спокойно могу даже полететь отдыхать одна. Да, я тоже ездил, да, могу. Не, я, ну условно, например, вот сейчас прийти после съёмок в компанию друзей сейчас, ни за что в жизни. Типа я весь день с людьми. Ну типа в объятия любимки. В объятия любимки можно, да. Ну то есть в новую компанию сейчас или там тусить поехать. Нет, зачем мне это надо? Это уже, ну это просто потом мёртвый будешь на следующий день. Если вы задаётесь вопросом, почему мы с Верой сегодня так красиво одеты, то одежда на ведущих из магазина Нуфстор. Я оставил ссылку в первом комментарии. Там 20% скидка для наших зрителей. Обязательно заходите и выберите себе что-нибудь на зиму или осень. Короче, у Наташи суперинтересный опыт. Я вообще забыла об этом, что тебя до 14 лет вот воспитывал папа. И получается все твои гормональные переходы, всё твоё вот становление организменное в сторону типа женщины. Оно случилось, выпало на долю папы. Как он с тобой говорил об этом? Ой, короче, вот как раз-таки первомесячный. Я пошла покупать себе прокладки. Во-первых, первый раз я ничего не поняла. Ну, то есть я догадывалась. Всё началось в школе, я прибежала домой. Думала сначала, что я, наверное, умираю или что. Потом такая взяла себя в руки. Думаю, нет, всё нормально. Это, скорее всего, то, о чём все говорят. Это, скорее всего, месячные. Потом я поделилась с тётей. Она говорит, вот тебе денежка. Так получилось, что она не смогла со мной добежать до магазина. Она куда-то бежала по своим делам. Говорит, вот тебе денежка, иди купи себе прокладки. Я прихожу в магазин и говорю, дайте мне, пожалуйста, прокладки. И продавец говорит, ежедневные? Я думаю, ну мне же на каждый день. Он говорит, да. Ну зачем она, девочки, маленькие ежедневные прокладки продает? Я тоже не поняла. Может, ты писаешься. Ну, может быть. От смеха. Да. Она сразу поняла, что это хохотушка. Да. И она мне продаёт тонкие вот эти вот ежедневные прокладки, которые вообще ничем тебе не спасут, не помогут. И я их меняю каждые там вообще 15 минут. Такая пиздец, это просто ад. Вот. И потом прошло какое-то время, я решила с папой поделиться. Ну, мы очень близки. Он говорит, не помню. У меня этот момент вылетел из головы, как, я помню следующий. Что после этого он говорит, зашибись, отлично. И сейчас соберём всю семью и отметим. Я говорю, ты чего? Ты чего вообще? Алло. Нет, конечно. Нет, конечно. Ты же стала девушкой. Мы сейчас это всё... Я говорю, не вздумай. Батя, нужен повод? Не надо. Вот это меня очень сильно тогда испугало. Прикольно, как бармица только. Да, да, да. Я думаю, он творческий человечек тоже любил вот это вот. А можно для наших зрителей, парней, пожалуйста, ежедневные прокладки нужны просто для гигиены, а когда у тебя начинаются месячные, нужны посильнее, потому что много крови. Ежедневные прокладки, это, в принципе, кстати, лучше не пропагандировать. Да, считалось, что это типа что-то хорошее раньше, сейчас уже... Это нехорошо. Это часто используют, если тебе что-то нужно. Господи, ну для каких-то гигиенических целей всякое бывает, там свечка вытекает, все что-то, ну по каким-то необходимым. Последний день месячных... Ты можешь громче говорить, все хорошо. Простите, пожалуйста, можно пачку прозерватива? В общем, да, ну то есть в последний день месячных там... Когда необходимость прям? Они тоненькие, как такие, вообще малюсенькие, а когда у тебя, извините, из тебя вытекает кровище, тебе нужны нормальные прокладки, да. И было странно вот со стороны продавца предложить мне, конечно... Ну да, нужно было спросить, реально это очень странно. А с мамой ты вообще не общалась, да, вот когда... Почему, кстати, нет, мы общались, а у меня вообще мама и папа через дорогу жили. Там добежать, ну, несколько минут. Просто как-то я даже не подумала. Не знаю, почему там мысли... А папа поднимал до 14 лет какие-то темы, связанные с мальчиками, контрацепцией, сексом? Контрацепции нет, но там было понятно, что вообще... А как это было понятно? Не знаю, но ты же иногда вот... У нас была какая-то такая связь, он тоже четко понимал, что я... Ну, я и секс, это вообще где-то пока что... Вот дальше, чем наши дома с мамой и папой, вот друг от друга. Было понятно, что я про секс вообще пока еще не думала, но он видел, что меня окружали мальчики, и он ревновал. Потому что я, я говорю, находила их везде. Я вам объясню. У меня кровать, здесь стена, и розетка. Папа заходит, и я через розетку с мальчиком общаюсь с какими-то. Я даже не знаю, как он выглядел. Мы подружились, мы друзья. Все, мы там что-то... Как дела? Вот это все слышно. Через розетку все отлично слышно. Как он меня ругал? Он пошел в соседний подъезд, но мне кажется, это чисто ревность мужская какая-то. И запретил. Чуть не знаю, что он там сказал. Он с тобой больше не общался. А, ну ты знала, как он выглядит потом? Не знала. Но он его как-то вычислил. А можно узнать о ревности отцов? Насколько это распространенная вообще нормальная тема? Потому что у меня отец с сестре в телефон залезал, нельзя гулять после определенного времени, мальчиков домой приводить. Ну, короче, вот эти все темы. Это же реально из какого-то собственничества, я так понимаю. Батя тоже в телефон любитель был позалазить. Но мы редко общались, я охерела. Ну, типа, перечитать переписки ВКонтакте в школе. Опять-таки, что? Нет, такого у нас нет. Я в какой-то момент даже папу заблокировала ВКонтакте. Говорю, господи, ну хватит, Андрей Александрович, но это уже перебор. Папа комментарии оставлял на каждую фотографию, достала. Секси писал? Что? Секси, да. Что за соска? Получилось у меня. Сиськи за отчет. Вот, и тоже волком смотрят. Но мне кажется, это не ревность, а это именно страхи какие-то, что вот типа обидит. Переживание, может быть. Может быть, да. Но, понимаете, у меня было из-за чего переживать. То есть, у меня постоянно какие-то... Вот когда я с зэками гуляла, вот эта история. Можно? Я уже рассказывала, но давайте. В общем, я поехала к бабушке в деревню летом, отдыхала, то есть это была ежегодная акция. И там ты себя чувствовала абсолютно в безопасности. Все друг друга знали. Я как-то иду гулять, смотрю, какие-то новые мальчишки появились, приятные такие. Вот. Классные. Вы пошли гулять в лес. Лысенькие. Я даже не помню как-то. Они нормальные пацаны. И выпал у них были красивые серые, одинаковые, наверное, сквенщики. И я, в общем, мы погуляли в лесу, они меня проводили до калитки. Они такие, ты так больше не гуляй ни с кем, ты так будь аккуратна, мы к тебе еще придем за тобой погулять. Очень. Меня даже никто не тронул, не приобнял. Ничего, они просто настолько, они говорят, они даже учили меня, вот как вот с посторонними лучше там, нет. Ой. И потом что-то проходит время, они не приходят, я расстроилась. Я уже уехала домой. И папа приезжает от бабушки и говорит, слушай, ты с кем там гуляешь вообще? Я говорю, что хорошие мальчики. Все, подружились мы. Оказывается, беглые зэки. Вообще, по малолетке, которые. Ну, я хочу сказать так, что в Комсомольске там же тюрьмы много, и там за все садились. Знаете, по малолетке раньше там за какие-то грабежи, думаю, это могла быть какая-то конная там, с форточники или еще что-то. Ну, то есть не супер... Так, понятно, что это все плохо. Ну, то есть не мокруха, скорее всего. То есть и меня они не обидели ничего. А они были старше, да? Ну, чуть-чуть старше, да, там. Ну, я почему-то с улыбкой это вспоминаю, не знаю. Они говорят, а Наташа выйдет. Он говорит, Наташа не выйдет. И вы не выйдете, твари больше. Ну, то есть такие моменты были. Слушай, а раз мальчики были вокруг, они с тобой поднимали эту тему? Вообще присутствовала тема секса и всего этого? Вот в детском саду мы были извращенцы жесткие. Там все по угару просто. Это вообще просто... Вот эта вот сходка в туалете, девочки, мальчика, компания. Там кто-то что-то кому-то показывает. Мне даже стыдно вообще это вспоминать. А вот когда как раз-таки чуть-чуть постарше уже... Ты показывала? Блин, я помню точно, что я смотрела. Вот я не помню, поднимала ли я... Наверное, может быть, моя психика меня хранит, потому что я не помню конкретно вот этого момента. Я точно помню, что мальчика, прям помню, его Илюша звали. Что он показывал? Илюша, если ты это смотришь, напиши Наташу. Что-то изменилось с тобой? Да, прошли фотку, да. А вот сама я не помню этот момент, подняла я юбочку или нет, но помню, что, короче, вот такие моменты... Грязь была, присутствовала в моей жизни. А вот когда уже постарше, там, наоборот, какое-то все такое было романтичное и милое. Допустим, вот там же бабушки в деревне были, два брата. Они за мной ухаживали, оба были влюблены. И я их обманывала. Ну, блин, я ужасная была. Блин, так стыдно сейчас. Я просто хотела дружить с собой, но боялась, что если сейчас... Мальчики, что же бывает немножко вы такое... То есть если кого-то там выберешь или просто ты скажешь, нет, я хочу дружить, немножко могут обижаться в этом возрасте. И я как защиту такую выбрала, что я всем пудрила мозги, чтобы мы все вместе общались. Я такая, я с тобой с тобой... Вот дружить, встречаться, если... Какие-то встречаться, господи, да мы дети. А потом подходила к его брату и говорила, нет, я с тобой тоже буду. Это ужасно, это плохо, я себя осуждаю. Может быть, это просто полиамория. Ну, я пыталась просто таким образом, чтобы всем было хорошо, чтобы все удержались как-то на плаву и общались. А они меня потом вычислили, говорят, ты нас обманываешь. Блин, ну... Ну, тоже с улыбкой вспоминаю. Хорошие были мальчики. А откуда ты узнала про то, что такое мастурбация? Спид-инфо. Вот это я четко помню, потому что раньше почему-то в открытую были вот эти газеты. Они везде были. Просто ими печь топили. То есть моя бабушка вечером читает молитву, а днем спид-инфо разжигает, ну, понимаете, печь. Потому что у нас... Ну, конечно, она бросает это в гиену огненную. Да, да, да. У нас всегда приезжало очень много... У нас была такая традиция, что к бабушке вся семья приезжала со всех там городов вообще все на лето. И читали спид-инфо. И молодежь привозила с собой вот эти огромные газеты спид-инфо. А было пипец, как все это интересно. Там какие-то картинки, фотки, тексты. Все было. А я читать обожала. И я, когда заканчивались книги, я читала спид-инфо. Я все это узнала там. Ну, тоже в суперраннем возрасте. Да. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но я рано... Но причем, знаете, как-то так странно. Я что-то понимала, но не понимала. Вот, допустим... Ну, ты попробовала сразу? Или только теорию чистую? Нет, теорию. Я не совсем все... Мне казалось, что я уже все понимаю, а оказалось, что вообще нет. Я помню, оттуда я прочитала фразу, как будто бы цитату Ричарда Гира, что есть в жизни приятные моменты, оргазм, чихание и некоторые сны. И я такая думаю, блин, как мудрая. Я такая думаю... Не зря в красотке снимался. Ну, вот такие какие-то моменты, знаете, вот ты какие-то... Берешь базу, но ты вообще ее не осознаешь. Ну, да. А было ли... Ну, мама с тобой поговорила в итоге о чем-то связанном с контрацепцией, сексом? Нет, уже нет, потому что... Я к ней переехала, у меня уже было 14, 15... Ну, как будто самое время вроде бы сказать. А, ну, у нас не было такого принято. Ну, нет, с вами не разговаривали. А тетя, она вроде была такая, типа, как я понимаю... Тетя что-то... Ну, короче, никто... Все зассали с тобой поговорить про это. Что-то как-то не было. Я не помню такого конструктивного диалога. Да, потом же... А потом же резко пошел технический прогресс, когда интернет, телефоны и все. Ты уже все доступ. Ты можешь и порно посмотреть, и все, ты уже, в принципе, все прекрасно понимаешь. То, что тебе было недоступно, то, что ты не мог понять, по верхам спид-инфо проходил, то теперь ты можешь с помощью интернета все посмотреть, все вычислить. Поэтому не было каких-то... Классическая первая кассета. Помнишь? Да, естественно. Находили вот это вот. Все подписаны, одна не подписана. Ну, естественно. А у кого? А? У кого нашла? Дома у мамы нашла. У мамы? Да, нашла. Две кассеты у мамы. Причем, я хочу сказать, мы всей семьей смотрели. Ну, типа, у меня был брат, сестра и я. Мы вот так с разных возрастов мы включали одновременно и смотрели. Все. А ты помнишь, что там было? Да. Помню очень... Я очень удивилась, что у мужчин столько волос там, кучерявые черные волосы. Я прям это запомнила. Был такой маслом намазанный вот этот классический чувак, который одновременно двух женщин шпилил. Я такая думаю, ничего себе. А-а-а! А я знаете, что помню? Когда мне подруга рассказала, я ей не верила. Говорю, ну, Ян, ты сочиняешь. Она мне рассказала, что... Я ей проборно рассказала. Говорю, я посмотрела кассету, там пипец. Она говорит, а ты знаешь, что в одну... Я видела видео, где в одну женщину, в одно отверстие два мужчины, два члена стоят. Я говорю, Ян, ну, ты тоже... Ну, как бы, давай, ну, ври-ври, ну, не забирайся тоже. Это невозможно. Это невозможно. Я реально думала, что это просто ложь. Я говорю, куда там поместиться? Да, еще подписывайтесь на наш Бусти. Там все без цензуры. Там не только на часе 25 есть непристойные словечки. Коль, что у нас новенького там есть на Бусти? На Бусти? Да. Слушай, ну, там классные отрывки из подкаста с Эрикой. Там довольно много мы вырезали по разным причинам. Там отрывок из подкаста с Ясей. Вот. И я думаю, что какую-то... Вот наша интеграция via sales, которая у нас обычно длиннее, чем нужная, я думал их нарезать и что-нибудь повставлять просто как подборку. Просто где мы просто болтаем? Ну да, мы с тобой часто что-нибудь прикольное обсуждаем, а мы это не включаем. Такие мы прикольные, классные, такие мы приколисты. Да, а еще у Веры концерты впереди. Да. Сейчас она про них скажет. Ну, я не прям скажу про них, потому что я чуть-чуть на обезболах, поэтому я не прям помню даты. Я буду в разных городах, не только в городах России. Здесь вот, наверное, будет где-то список. Лучше вот так сделать. Да. Потому что, может быть, что-то обновится к выходу. Может, еще какие-то города появятся. Поэтому приходите, пожалуйста, на мои концерты. Я буду рада. Я буду стараться. Приходите на проверку материала подруги. Там разные клевые девчоночки, с которыми мы хорошо общаемся. Камикессы рассказывают свой новый материал, проверяют. Вход бесплатный. А у тебя скоро отрывочек какой-то выйдет где-то. Да. Где? В стендап-клубе. Там скоро Вера будет шутить, следить. Может, даже два. Ну, пока один точно. Стендап. Я так нервничала. Я так боюсь записывать стендап. Представляешь себе? Я подкаст, блядь, боюсь записывать. Ну. Так что, справимся, Вер. Отлично. Работаем дальше. Подписывайтесь на канал. Здесь будет много интересного. А еще, Наташа, у Наташи долго очень были отношения на расстоянии. А как вы решаете вопрос какой-то там? Близости. Это вообще замечательно. Кстати, я вообще, я амбассадор отношений на расстоянии. Когда ты сломала две секс-игрушки? Нет. Я хочу сказать, что это вообще было супер. Мы виделись часто. Я летала раз в месяц, прилетала. И, ну, я считаю, что для разных стран это более чем. Ну да. Да. И иногда даже и два раза в месяц прилетала. И это всегда были классные отношения. Всегда была какая-то страсть. Она вообще не угасала. Было супер. И мне, на самом деле, такие отношения подходят. Потому что, я говорю, мне комфортно и в отношениях, и без отношений. Я не переживаю. У меня нет такой потребности, что каждый день я должна видеть человека. Если так, то тоже хорошо. То есть я могу принять любую ситуацию. И мне вообще хорошо. Мне кажется, это так классно было, потому что у тебя было личное пространство. Какие-то тут еще мы были в возраст, когда там хотелось тусить стереопипл. Извините меня. Вот это все. И туда ты приезжаешь, там вообще другой мир. Там у тебя отношения какие-то есть. Это было супер. Как будто я в сериале снималась. Мне нравился этот период. И супер. Почему закончилось? Потому что нужно было принимать решение, переезжать в другую страну жить. Или не переезжать в другую страну жить. А он к тебе был не готов переезжать? Ну там вообще не было вариантов. Потому что он жил лучше намного. А у меня ничего не было. Голая жопа. Ну то есть там, естественно, если переезжала бы, то я... Голая жопа. Да, ну извините меня. Вполне достаточно, да. Да, так что просто банально. Слушай, вы в женском форуме часто какие-то вопросы про отношения, про секс от девчонок. Как думаешь, все, что там на женских форумах пишет, оно скорее помогает женщинам в чем-то разобраться? Или там очень много вредных советов? И лучше быть осторожнее, типа. Потому что про woman.ru есть такой стереотип, что типа, ну там, мемы делают, то есть фраз оттуда и выражения. И как будто бы там не лучшее место, чтобы доверять. Мне тоже так кажется. Но в то же время это единственное сообщество женщин, я так понимаю, в России. Нет, возможно, там поднимают. Видишь, мне сложно судить, потому что мы выбираем заведомо ебанутые темы. Скорее всего, которые даже кто-то в шутку написал, кто-то, ну то есть не совсем адекватные, оторванные от реальности, так сказать. Поэтому судить, что, ну я никогда не вбивала, лично у меня никогда не было опыта. Когда вскочил чирик вот там-то, woman.ru, что делать? Ну то есть я иду к врачу, понимаете? Если у меня есть какие-то вопросы, я иду с опытным людям спрашиваю. Или просто в гугле. Ну да, как будто бы он больше даже поможет. Чтобы посмотреть на советы тех, кто не постеснялся написать на woman.ru. Ну в общем, поэтому сказать, помогает это или нет, мне никогда. То есть я не знаю, мне это никогда не помогало, потому что я к этому не обращалась. И то, что мы поднимаем, какие темы, надеюсь, что половина из них нереальные, потому что тогда вообще странно. Общество меня удивляет. А ты с подругами обсуждаешь свой секс? Ну вот так, ты говоришь, к врачу ведешь. А бывает что-то, что ты обсуждаешь с близкими подругами? Вот, кстати, нынешние отношения, я вообще не обсуждаю секс. Но в моей жизни было такое, что мы обсуждали. Но это как будто, когда ты помоложе немножко. Когда у тебя ты обмениваешься опытом, когда для тебя что-то, ну, что-то в новинку, какой-то первое, ну, то есть отношения, там, первые отношения. И что-то иногда все равно вы с подружками можете там обсудить. А когда ты уже как будто взрослешь, что ты уже, ну, что ты будешь говорить? Вы уже все знаете, вы уже примерно понимаете, что такое, что может быть. Плюс, если вы адекватные люди, вы можете в паре обсудить. Да. То есть нет таких тем, которые ты хочешь поднять. Ну, что не знает твоя подруга, что может быть в сексе. А совета попросить? Да нет, я никогда не просила, наверное. Даже не помню, просила ли я совета вообще в сексе. Нет. Ну, мне вот, допустим, сейчас не надо, без надо прости. Если, наверное, что-то там когда-то, я даже не знаю, подниму ли я. Нет, я, наверное, даже и не буду из-за уважения поднимать вообще какие-то вопросы. Но раньше, да, и в молодости я считаю, что нормально обмениваться там какими-то... Ну, то есть все, да, что-то хочется поделиться и сказать. Блин, а если бы твои подруги не были бы знакомы близко с Рустамом? Тут еще понимаешь, тут еще такой фактор, все прям хорошо знают человека. Да, тут, конечно, не расскажешь, да, потому что вы тусите вместе, тут никто, наверное, не что расскажет. Да, я говорю, то есть сейчас, как будто мы в таком возрасте, когда нечего обсуждать. Ну, то есть нет вопроса, который я бы хотела поднять. Вот, понимаете? То есть как будто бы все вопросы, которые ты хотел поднять, они поднялись ранее. Ну, то есть в твоем предыдущем опыте. И когда ты в 33 года, ну что я должна прийти тебе, Вера, сказать? Вера, у него же второй член там. Ну что, ну типа, что должно произойти, что я захочу побежать и поделиться? Ну, слушай, я просто помню, что, ну или как подружкам давать, например, какие-то советы относительно своего опыта. Я помню, одна моя подруга просто говорила, да я до своего мужа вообще не верила в кунилингус. Я вообще думала, что ну это какая-то фигня. А он открыл мне мир кунилингуса. Ну вот я и говорю, что если какое-то вот событие, вот событие произошло, я понимаю, почему женщины не могут задержать и там что-то бегут рассказать. А если никакого события тебе не произошло, то есть ты уже просто этот твой, ну, ты же прошлый человек, и у тебя отношения, то я просто даже не знаю, что рассказывать. Что, чем бы я хотела поделиться. Ну не знаю, там, первый раз в жизни села на лицо, допустим, человеку. Да. И такая, рассказала, поделилась. Нет, ну как будто сесть на лицо, это тоже уже не то, что прям чем особо стоит поделиться. Это просто какая-то оральная практика. Ну это не такое новое. Ну и зачем мне об этом верить? Вот верили, зачем эта информация? Нет, мне угарно было бы, если бы, но только тоже по причине того, что я знаю. Алло, алло, угадай, откуда я тебе звоню? Не на стуле, нет. Да, да. Ну то есть, да, как будто уже это переросли вот такие. А много, да, среди девушек встречается, которые не любят кунилингус? Типа или закрытая для них история, или просто плохо делали, или не нравится? Ну плохо делали многие, как я понимаю, а прям не нравится. Я, мне кажется, мало кого встречаю. Я знаю только одну девочку, у меня есть подруга, которая прям не любит кунилингус. Прям не любит. Вот она прям говорит, я не хочу, мне не надо. А кажется, эта девочка уже изменила мнение об этом. Нет, значит, это другая, ты какой-то наш общий, а это не наша общая знакомая. Да, я такая еще думаю, нет, это вообще с Дальнего Востока моя подруга, и она, ну то есть, просто ей не нравится вообще. Она говорит, ой. Ну мне кажется, потому что, может быть... Просто представить пару? Ладно, я не буду обсирать ее пару, ну то есть... Ну что он типа... Может быть, да, может быть, а может это с ними не связано, потому что физиология у всех разная. Ну еще, мне кажется, если ты этого стесняешься, и тебе некомфортно, ты тоже охренеть сколько удовольствия не получишь в этот момент. Да, я знал одну девчонку, у нас ничего не было, просто она рассказывала, что ей не нравится ощущение языка именно, типа ей противно от языка там. Говорит, мне тюлян нравится, пальцы нравятся, а язык типа мерзость. Вот, я не хочу, я такой, интересно. Ну может быть, тоже у нее какой-то зажим или стеснение, она может быть. До этого у кого-то шершавый был сильный язык на теории. Ну просто мне трудно представить парня, который такой, не люблю меня, нет. Я знаю такого, я так сказала, как будто это кто-то из моих парней. Нет, это просто, я тоже знаю историю про человека, который такой, я не хочу, нет. И я знаю, и я знаю. Блин, вот видишь, у нас уже два человека есть. Это с людьми, которые чуть-чуть повернуты на духовности. Бывает такое. А-а-а, ну я про другое, я скорее про физиологическое, что не нравится. Он физиологический, я не хочу, мне типа неприятно, мне некомфортно. То есть понятное дело, что он получает удовольствие, ну физически, но головой он, ему от этого некомфортно, для него это чуть ли не как изнасилование ощущается. А я знаю человека, которому не нравится физически минет. Который, он говорит, я не понимаю вообще прикола, мне не нравится, никто не умеет это правильно делать, я не чувствую. А мне тоже так говорили, это просто байт на минет. Да? Да, пацаны. Ну вообще лучше байт на минет, ну не байт, а типа, есть даже видео на ютубе, я вам рассказываю в этом подкасте, как добиться, как сделать так, чтобы у тебя в жизни было больше минетов. Он вот так и называется. И там советы чувака, что говорят, когда вам первый раз делает минет девушка, хвалите ее, говорите, что она все делает правильно и так далее, она полюбит процесс и будет делать вам минет просто для своего удовольствия, и вы будете получать. Но это какая-то странная мне подача. А еще, когда она закончит минет, дайте ей вкусняшку. Электричеством не бейте, главное. Похлопать по плечу. Ты славно потрудилась. Хорошая девушка, хорошая. Ладно, если честно, в этом что-то есть, потому что похвала всегда работает. Мне кажется, позитивная мотивация – это всегда хорошая штука. Так нет, еще мне кажется, если человек кончил минета, так это и есть позитивная мотивация. Ну да, тоже верно. Но тут если у тебя хорошо развита эмпатия, и тебе приятно чужое удовольствие, да? Ну да. А кто-то делает минет, ну вот бывало такое, я встречала таких девушек, которые говорят, да мне в целом все равно, получаешь удовольствие или нет. Мне нравится процесс, мне нравится этим заниматься. Типа себя чувствовать уверенно, что я контролирую мужчину. Нет, но у меня есть такая подруга, но ей важно, чтобы мужчина кончил. То есть она же как бы реализуется за счет этого, чтобы он получил удовольствие, и тогда это ее такая, она такая, все, галочка. А тебе мог бы понравиться мужчина, который бы тебе честно сказал о своих намерениях? Ну типа если бы он такой... Типа просто, Натах, я с тобой в первую очередь хочу переспать. Да, ты очень классный, но я тебе честно говорю, потому что тебя уважаю. Типа не хочу тебя обманывать. Я вообще в принципе уважаю людей, которые честно могут сказать вообще о своих намерениях. Это в принципе, но понравится мне человек, который мне может... Вот смотрите, логически, как мне может понравиться, как мужчина, то есть привлечь на эмоциональном уровне мужик, который говорит, Натах, ты супер, но хочу только трахаться. Я такая, я могу сказать, о, потрахаться можем, но я не могу испытывать к нему, вау, я влюбилась, но это странно. Но потрахаться можем? Ну нет, ну всякое может быть, я не знаю, я ничего не отрицаю в своей жизни. То есть когда-то что-то может быть, если я захочу переспать, я не считаю, что я буду там свободной или когда-то, или была бы там. В этом, ну, у меня такого не было, но я в этом ничего плохого не вижу. Может быть такое. Если вы совпали, сексуально вас привлекает друг к другу, но странно, ну, странно говорить, я влюбилась в мужика, который сказал, я хочу просто трахаться, я влюбилась. Ну, это такое бывает. Да? Ну, вот у меня нет. Ну, это скорее, мне кажется, травмы какие-то внутренние. А ты, к которым, была бы безответно влюблена? У меня, знаешь, как было, что... Когда вот меняетесь ролями, когда тебя добиваются, 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 любят там вот, а потом... Или просто, ну, все хорошо, вас тебя любят. И в какой-то момент что-то как-то получается, что вы меняетесь ролями, и ты такой, ты перестаёшь чувствовать, что в ответ. Где-то там неправильно поступил или переиграл вот в какие-то... Или ты с абьюзером, который добивается, 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 когда добивается, выключает всё, чтобы тебя опустило. Ну, короче, у меня было такое, что меня поменяли с ролями. Это больно. Так что я понимаю, что чувствуют люди, которые не вызывают ясную реакцию, но я не могу оправдать людей, которые живут с этой болью, упиваются, есть, страдают. То есть если я смогла... Ну, как бы девочка, да, то есть какая-то... Если я смогла перебороть это в себе и... Значит, мне надоело страдать, я взяла себя в руки и сказала стоп. Значит, в принципе, теоретически все должны себя в какой-то момент взять в руки и сказать стоп, потому что либо тебе это нравится тогда, и ты в этом просто в страдании живёшь. Либо ты устаёшь от этого. К сожалению, не у всех есть такой внутренний стержень. Не всем так повезло. И у очень многих людей, вот по себе знаю, боль – это детство. Это всё жизнь, всё детство. Ты живёшь в боли, в безответной любви к родителям, в безответной любви ещё куда-то. И ты вырастаешь, и ты думаешь, что ну вот это и есть любовь. Ты не знаешь ничего другого. Ты думаешь, что вот страдать, подушку плакать, потом встречаться редко. Вот эти все качели, что это и есть любовь. И поэтому ты не уходишь из этого, потому что ты как не знаешь. К сожалению, такое бывает. Но есть ещё второй вариант, что безответная любовь, безответная влюблённость – это такой вид защищённости. Пока ты всё проживаешь внутри своей головы, ты условно контролируешь это. Условно контролируешь. Тебе не нанесут вот такой, вот такой, вот такой вред. Тебе просто не отвечают любовью, но при этом условно тебя не ударят, не оставят в сложной ситуации, не изменят тебе. Да, но слишком близко не подпустят тоже. И ты вот существуешь на безопасном каком-то… Да, я существуешь, да, на безопасности. Ничего себе, я так про это… Ну как бы, да, в этом не с вами. Ну просто часто людям просто страшно, да, именно вот в состояние близости входить. Так самое ужасное, что они и проживают самое худшее, что может быть фактически. Да, нет, всё равно не самое худшее. Много, да, плохого. Мне кажется, мне, ну я реально, я ближе склоняюсь к безответной влюблённости, чем когда условно вы влюблены друг в друга, но человек тебе невольно делает больно, ещё и будучи в статусе близкого тебе. Ну да, вот как раз то, что я рассказывала. Но зато, блин, ну вот иногда, ну правда, такие травмы тоже полезно пережить, потому что ты учишься, ты понимаешь, ты уже пережил эту боль, ты уже знаешь, как может быть неприятно, и ты такой, о, а вот этого я больше допускать не хочу, вот этого я больше не будет, допустим. То ты уже точно второй раз в это не пойдёшь, допустим. Да, пойдёшь. Это зачастую паттерн, который внутри тебя заложен, и его, к сожалению, нельзя отработать вот на уровне того, что, а, мне не понравилось, значит, не буду. Да. Да, это сначала нужно глубоко проработать, почему ты постоянно оказываешься за мной. За какими чувствами ты идёшь, да. Да. Ну, то у меня так, что я уже второй раз не пойду, допустим, потому что ты умница. Потому что ты очень рациональная, на самом деле. Да, да, кстати, да. Просто потому, что ты, во-первых, осознанная очень, ну вот, по крайней мере, по этому подкасту. Ну всё, ну всё. А я обнаруживаю себя просто. И минет делаешь замечательно. Да, да. Вер, что делаешь? Вера шарит, да. Блин, хотел спросить последнее что-то, и у меня вылетело из-за шутки твоей при минетке. Она такая смешная была, что вылетело. Блин. Мы какой-то один вопрос, мне кажется, просто не задали. Какой-то классический. Какой-то классический? Да. Про секс-просвет в школе, может быть? Да, кстати, вот ты, по-моему, просто сказал, что ничего вообще не было. Ну, вообще ничего не было. Вообще не было разговоров. Даже на биологии? Да, у нас как-то не было. Вот правда. А беременная одноклассница? Или из других школ? Вот эти все истории? У нас, кстати, не было беременных одноклассниц, но была история про девочку, которая вот пошла по рукам. Ой, мне так жалко. Вообще, на самом деле, я правда не осуждаю, потому что я считаю, что... Вот мы вчера тоже, кстати, с продушками до пяти утра обсуждали, что какой бы ты ни был хороший человек, какой бы ты ни был воспитанный, начитанный, умный, мудрый, даже в каком бы возрасте ты ни был, ты в какой-то... Иногда какое-то секундное решение, и ты идешь по неправильной дорожке. То есть любой человек может свернуть не туда. И вот эта девочка у нас была одна, о которой все говорили, вот она пошла по рукам, пошла по рукам. Да она просто, блин, так получилось, что она оступилась, и ее в это еще и затянули, еще больше. А осуждение людское... Но еще и утопляли. Оно еще и топит тебя больше. А вы просто поймите, что на ее месте могла оказаться самая хорошая, добрая, милая, воспитанная девочка. Любая. А уж что говорить про девочку, которая недолюбленная, из плохой и неблагополучной семьи, и еще тыкать и угорать над ней, это вообще самое плохое. Да. Так что, ну, у нас не было секс-просвета, и у нас не было беременных, но вот была вот эта девочка, по которой до сих пор я помню, мне прям жалко, что ее тыкали. Я помню, кстати, у нас была одна учительница, которая говорила, ну, она говорила, так, хватит, она говорит, мне просто ее жалко, ей надо помочь. Она говорит, вы ее не чмырите, а помогите ей. Просто она не туда свернула. Да, была такая девочка, которую так загнобили, она даже не спала ни с кем. Она пошла на вписку, уснула на вписке, и чуваки достали члены, сложили ей на лице члена и сфотографировали, как типа восемь членов у нее на лице лежит. Это шот, фотка, когда слышишь по школе, и ее просто шлюха все называли, хотя она буквально не сделала ничего. Она просто уснула. Дети и подростки бывают очень жестокими, очень жестокими. И вот это говорить про личные границы, про то, что это вообще бесполезно, скорее всего, их родители еще более жестокими. Да, и когда взрослые видят, что делают подростки, они очень часто еще ухудшают ситуацию, потому что они сами, взрослые, не знают, ну, не знают, как себя вести, грубо говоря, потому что в шоке от того, что, о, господи, ребенок на это способен, то есть когда у нас там в лагере, вот как Вера там рассказывала, у нас тоже в лагере дети занимались сексом, типа 14-15-летние в палатах. Многие воспитатели просто терялись, они тетки, они просто не знали, как, что, дети же, ну и там 14-15, они не понимали. И помогали вожатые, молодые девочки, там, 18-19 лет, которые с ними разговаривали. Что я рассказывала? Ну, это у меня было. Ты просто рассказывала про то, что в детском лагере девочка Яна, по-моему, запиралась с мальчиками. Ой, Яна, зачем? Ну, убери имя. Яна, ой, у меня и у нас всех Яны. Уже поздно. Ну, это условно, я Яна, не какая-то конкретная Яна. Она не занималась, нет, я ты рассказывала, включая того, что вот как раз-таки видно по ребенку, насколько он там эмоционально и морально близко к тому, чтобы вот-вот заняться сексом. Потому что у нас одинакового возраста были девочки, Влад, и к одним в комнату заходишь, они в лошадки играют. Да. А вторая у первого отряда сидит, и когда ты заходишь, она в шкафу запирается, потому что я типа не сижу с пятью мальчиками, тут не сошлешься. Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что вот это вот... Ну, я ничего не вижу плохого в этом, кроме того, что она, блядь, забеременеет в лагере ебучим и бросит свою карьеру спортивную. Не всегда вот это то, что ты сидишь с мальчиком, я говорю, вот у меня сколько пацанов, и друзья, и все были, и тоже там что-то какие-то... И все равно вообще это не всегда показатель того, что девочка будет сейчас... Конечно, не всегда, просто еще такой вопрос, иногда в этих ситуациях, даже если ты офигеть, как доверяешь своей дочери, может быть, она в лес уходит не пойми с кем, а не пойми кому же ты как бы не можешь доверять. Ну, даже неважно, зеки они или нет, просто вот незнакомцы. А еще там вот эти вот мальчики, ну, блядь, это дядьки. Ну, физически, в смысле, ну, эмоционально вряд ли это дядьки, физически это дядьки. Кстати, мы тебе вроде бы все вопросы задали, которые хотели, у нас есть такое, что у нас гости могут задать. Может, у тебя есть вопрос про секс, который тебя волнует? А я тебе задала же вопрос вот про то, что мужчины... Правда ли? Миф или реальность? Что мужчины не кончают? Да, кончают. Ну, то же самое, просто у нас чуть-чуть иначе. Процент неакончающих мужчин, он очень маленький, конечно же, и это связано с тревогой, с депрессией, с тем, что ты вот, ну, вот примерно так же, наверное, как у вас, ты не можешь сосредоточиться на процессе, ты где-то в переживаниях, в мыслях, и вот да, и, ну, помимо физиологических особенностей, кто-то не кончает из-за физиологических особенностей. Ну, конечно, среди женщин... А есть мужчины, которые не кончают? Ну, есть разные расстройства, там, физиологические особенности, там, падение либидо и прочее. Нет, я думаю, что тех, кто вообще не кончает, наверное, нет, потому что, скорее всего, у них происходят полюции. Ну, да, есть такое, что есть мужчины, ну, типа, люди асексуальные полностью, которые не мастурбируют, у них только полюции, например, остаются, то есть они не занимаются сексом, не мастурбируют, у них вообще это все неинтересно, и у них просто спермы физиологически выходят там во сне и так далее. Да, разные, да, люди, но да, среди мужчин тоже, и даже, ну, типа, там, долгокончающий. Да у нас сейчас вот был... Долгокончающий. Парень-гость, он говорит, да, я там по два-три часа могу сексом занимать. Да, Москва же построена Игорем Долгокончающим. Да. Да, наверное, вот это был единственный вопрос, который я действительно... Потому что очень много разных мнений. Все почему-то разную историю рассказывали. Кто-то говорил, что такое бывает, кто-то говорил, что... Ну, это еще потому, что, грубо говоря, собрать данные о сексуальности очень трудно. Хотя это было бы очень полезно. И кроме того, что в целом, ну, проблема социологических исследований, это люди врут. И люди отказываются, участвуют даже в опросах. Особенно, когда опрос на какую-то интимную тему. И... Нормальной выборки, к сожалению, нет. И исследования которые ты видишь, то есть, если ты там видишь новость, там, подростки стали меньше заниматься сексом, или там узнали, что мужчины в России меньше полюбили секс, как правило, это... Ну, этому можно не верить, потому что это проводится непонятно как, непонятно кем. Да, и обычно даже не указывается, где это опрашивают. Да. Для настоящего исследования про секс обычно проходят слепые исследования. То есть, не исследователи, не сами участники вообще не знают тему, у чего их будут спрашивать и так далее. Их приглашают впустую, и потом уже, только отвечая на вопросы, они узнают, что это про секс. Это нужно, чтобы человек не придумал себе легенду там и так далее. Плюс есть плацебо-исследование. Ну, это немного другое. Это связано с женской Виагрой, например, которая существует, но она пока непонятно как работает, и вот для нее плацебо слепые исследования устроит. То есть, дают женщинам, не говорят, что это Виагра, и смотрят. Николай, а какие новости по мужским контрацептивам? Ну, они есть. Вот таблетки в Германии придумали. Сейчас работают, да, активно над этим? Работают над этим. В масс-маркете нигде ни одна фармакология пока что не представила, но это будут, да, это будут блокирующие... Эти таблетки будут блокирующие сперматазовые, грубо говоря. Блин, я так боюсь всех этих таблеток. Мне кажется, это так вредно, если честно, для организма, что потом это аукнется. И мужчина, и у женщины. Нет, ну почему? А что, не пила? Даже противозачаточные? Да. Противозачаточные же, наоборот, назначают зачастую независимо от секса, чтобы нормализовать органгормоны. Да, но у них столько, ну, помочь. Сейчас уже стало их сильно меньше, и тут так же, как с, например, таблетками для головы, ты должна быть на связи со врачом, и чтобы в кратчайшие сроки почувствовать какие-то побочки, чтобы тебе дали фидбэк, объяснили, it's ok, это пройдет или нет, или чтобы поменять дозировку, поменять... Вот, например, классный подкаст есть, я забываю, как он называется, то ли раздвиньте ноги, то ли раздвинь ноги, он от гинеколога. Она просто там болтает с своей подругой, еще они гостей зовут, они много там обсуждают, именно связано с медицинской стороной, и она противозачаточная, вот я, например, даже нахер не знала об этом, что можно те же самые контрацептивы, которые именно гормоны, их можно, оказывается, не пить, а надевать на руку пластырь. А, я слышала про такое. Что они просто всасываются через кожу, и, во-первых, там меньше вероятность, что ты забудешь, пропустишь что-то, а, во-вторых, они не так быстро попадают в кровь, соответственно, менее сильные побочные эффекты вызывают. Пушка. Круто. Бомбал. Ой. Не, я вообще считаю, что... Нет, ну, у меня вот такого... Я боюсь этих таблеток лишний раз пить, если есть... Пока есть презервативы, будем придерживаться классики. Будем бороться вот этот страх, идти в аптеку, покупать, и лучше так. Ну, а так... А женские контрацептивы ты не пробовала? Ну, именно не таблетки, а там спирали подобные? Нет. 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 Я боюсь вот этих экспериментов и со спиралью, тем более, и с таблетками. Эксперимент. Потому что, ну, а зачем мне спираль? Я же что, рожала? Я не рожала еще. А спираль можно и не рожавшимся? Я понимаю, но все равно лучше не лишний раз туда, мне кажется, не внедряться пока... Блин, мне так обидно, что вот в азоктомию, вот я бы, ну, может быть, бы хотел себе сделать, чтобы спокойно сексом заниматься. Типа, в азоктомии это перетягивание. Да, я знаю. Вот. И что ее нельзя в России сделать, если у тебя нет двух детей. Или одного. Слушай, а если ты берешь какую-то другую страну, ты можешь там сделать азоктомию? Да, можешь, да, конечно. И тебя пустят обратно в Россиюшку. Только... Никто не будет знать. Да, да, никто не будет. Нет, Костя с порога об этом. Ой, Костя, Костя. Да и мне кажется, ты можешь сообщать. Костя! Что, блядь? Это как почку. В России, допустим, ты не можешь брать у родственника, но там... А, нет, наоборот, можешь брать только у родственника, у друга, по-моему, нельзя. Да, это против торговли органов. Да. Попытка. Но если ты сделал за границей, никто тебе не... Ты вернулся, ты можешь об этом честно, в открытую сказать. Так же, как и там с этим. Как операции по, знаешь, чуваки ездят в Турцию, у которых залысины, они ездят делать все в Турцию. А что в России не делают? Делают. Но в Турции дешевле и лучше. Да. Ну, в Турции просто больше... Нет, ну здесь это не запрещено. Так, уже на опыте. Да, там огромный рынок просто. Да, да, да. Там очень много специалистов об этом. Да, так что вообще как бы ничто тебе не мешает сделать это за границей, но подумай. Я тоже после первого секса сделала тест на беременность, ну через время, потому что я не знала или не осознавала, что действительно из-за этого может слегка поменяться гормональный фон. У меня месячные начались на три или четыре дня позже. Соответственно, на второй или третий день я уже писала... Ты уже лежала с этой... Да, примерно. Я уже писала на бумажку и молилась, чтобы я не была беременна. Короче, лучше, если есть альтернативы более естественные... Повервативы. Да, лучше, как мне кажется, использовать. Если у вас там нет аллергии, что-то физиологически вам подходит, то лучше сделать это. А какие ты любишь? Вообще пофигу. Я их не покупаю. Ты забыла? Не я делаю этот выбор. Они и те же или разные? Да, ну, мне кажется, это какая-то херня вот с этими вот... Усиками? Да, это такая... Усики, это же вообще что-то... Это что-то вообще, мне кажется, из мультиков каких-то, не знаю. Ребристые прикольные, правда. Ребристые реально прикольные. Я даже не представляю, как выглядят усики. Я всегда что-то себе кошачье представляю. Ну, наверху такие. Они как бы щекотят. А они типа резиновые, да? И латексные, да? Латексные. Короче, нет, я за классику. То есть они выглядят как нос в землеройке? Я не помню. Это всегда какая-то херня, которая на самом деле, ну, как правило, она ничего не добавляет, ничего не улучшает. А с презервативами смазки нужно больше, да? А ты не пробовал? Я редко, да. Ну, вот... Нет, многие же идут уже со смазкой. По-разному. Из-за того, что латекс, мне казалось, нужно больше смазки. Да нет, вообще презерватив, он сам в смазке уже. Да-да-да. А еще, а есть такое, что сейчас появились не латексные презервативы, а какие-то другие? Жидкие есть презервативы? Что? Вы не знали? У нас есть еще часто. Что? Жидкие презервативы. Никогда не знали. Теперь мы жидкие бандиты. Которые наносятся. Они надеваются, а наносятся, типа. Да, там как дезодоранты, грубо говоря. Покажи. Типа ты берешь член, а на него типа... Надо почитать. Мне нравится еще человек, рекламирующий ее. Да, это в Китае, потому что. Смешно. Типа такая штука, ты ей обрызгиваешь член, она твердеет. Вот если ты вот таким ко мне пришел, я бы сказала, давай в следующий раз. Приходи послезавтра. Хорошо, а вот это приятнее выглядит? Тоже жидкий презерватив? Покажи. Поприятнее? Нанеся такое на член, ты уже должен заранее понимать. Они так и не стали популярны, да. Они не очень удобные. Наверное, подходит тема к аллергии на латекс. Короче, быстро рассказываю историю, у нас уже нет времени, и заканчиваем. Про жидкий презерватив. Я ехал из Самары в Волгоград на такси. Я расскажу полностью эту историю, мне кажется, чуть попозже. Чисто про жидкий презерватив. Короче, я ехал с водителем, который обожает ездить в Таиланд. Причем его жена об этом знает. Вместе с друзьями, чтобы там заниматься сексом с тайками. Вот. И он рассказывает, вот, мы туда ездим, там, 5000 бат ей даешь, она за тебя там в ресторане торгуется, говорит, в магазине одину покупает, еще и спит с тобой. Ну, короче, очень потребительское отношение. Ну, в общем, он рассказывает. И он говорит, я привез друга, он врач, я его привез, ну, типа, стоматолог, что ли. Я его привез туда, чтобы он попробовал первый раз в жизни секс с девушкой из другой страны. И он говорит, ну, ночь, 3 часа ночи, он ко мне в номер вламывается, весь красный, напряженный, говорит, у меня, Вова, Вова, у меня с члена кожа отходит. Все, все, венеричка какая-то и так далее. Ну, они в шоке все. Звонят урологу московскому, вызывают самолет, вылетают туда. Самолет? Да, да, потому что они думали, что у него кровь. Спустя недового члена. Да, там богатый человек это рассказывал. Вот. И они прилетают к его личному урологу, все, и уролог ржет. Говорит, да она тебе по-тихому жидкий презерватив нанесла, потому что ты не стал надевать, а она не хочет с тобой без презерватива. О, ничего себе! Это прикольно! И она тебе по-тихому нанесла, чтобы ты, не дай бог, не это. Это, знаете, есть типа... И не сказала. Это на самом деле грамотно, потому что вот я, мне кажется, рассказывала историю уже от моей подруги, что у нее мальчик, с которым он спал, он во время секса незаметно снял презерватив. Так делают многие мужчины. Это пиздец. Это даже есть понятие гост... Короче, есть даже слово. Это вид сексуального насилия. Это важно сказать, что если без спроса заниматься с вами сексом без презерватива, это на насилие как бы хочется или нет. Даже если вы согласие на секс дали, тут-то так не работает. Да, и многие... Ну, так же случаются и комичные ситуации, когда презерватив остается в вагине. Вот, то есть такое тоже бывает. Комично. Ну, страшно потом, потому что надо залазить, доставать. Конечно. Да, и вот жидкий презерватив решил бы эту проблему, кстати. Да. Ой, ну я не знаю, насколько он надежный, насколько бы он решил. Ну, вот так, ну аж люди из Таиланда выгоняют. Они аж на самолете улетают презерватив смывать. Знаешь, у тебя из члена что-то слезло, и еще и потом через 9 месяцев убираешь, блин, имя ребенку. И родился вот этот монстр зефирный из Мишлена. Ну что, спасибо, что пришла. Спасибо. По-моему, очень здорово получилось. Много всего обсудили. Спасибо, что позвали. А вы знаете, что просто есть брусочки, которые телефоны держат? Да, да. Вообще, это гениально. Очень удобно. Ну вот мне почему-то всегда нравится самому изобретать подставки для телефона. И он из-за этого летает, да, регулярно. Ну я тоже роняла телефон в ванную. И камера прям была такая. Когда вода у вас в камеру заливалась, прям много воды, когда вот этот пар там становится. Я всем говорила, я читала в ванной. Читала на селфи, она, блядь, делала в ванной. И уронила телефон вот так. Я прям слышала, как он обыдно ударился. А ты селфи или нюдс? Селфи? Нет, просто селфи. Там что-то красиво, волосы мокрые лежали, и я. Мне кажется, единственный телефон, который можно ронять до сих пор в ванную, это Сименс вот этот вот. А, 35? Да, он еще будет звонить, там нормально. Блин, ну если ты сидишь с Сименсом вот этим вот в ванной, очень странно. Только если она звонит на него, чтобы он вибрировал. Да, я лежу в ванной, играю в змейку. Дрочишь? Не-не, в змейку играю. Да, обожала, обожала эту змейку, боже. Боже, даже скачать захотелось. Да, это же было... Во-первых, на какой нерве мы жили, да? Вот это... О, Господи, как было хорошо. Вот тогда вот эти заботы мне подходят.